Здравствуйте, друзья! С наступившим новым 2018 годом! Меня зовут Жанна Платонова, и сегодня мы с моими коллегами немножко поговорим о трендах 2018 года. Давайте для начала сейчас определимся, как вы меня слышите, как вы меня видите. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если связь у нас все нормально. Спасибо. Спасибо. Итак, начинаем. Я занимаюсь MLM бизнесом уже более 17 лет и могу смело сказать, что я являюсь экспертом в развитии MLM бизнеса. У меня есть большой опыт работы на земле, также опыт работы в интернете, поэтому сегодня все то, что я буду говорить, это то, что прожито мной. Но сегодняшняя наша конференция, она необычная. Она необычная, во-первых, потому что сегодня 3 января. И мы с вами еще как бы так, вот видите, елочка за спиной, музыка такая у нас новогодняя, да, опять окунула в эти новогоднюю какую-то суету, праздничное настроение. Но, как нормальные люди, а я считаю, что мы с вами нормальные люди, для нас уже Новый год начался, потому что Новый год, который начинается после 20 января и потом имеет несколько рабочих дней, потом еще какие-то праздники и так далее целый год, это не для нас и это не про нас. Мы с вами выбрали определенный такой стиль жизни, мы выбрали стиль жизни, который называется «Лучшая жизнь для меня самого». И я считаю, что именно ради этого стиля жизни мы должны и можем с вами позволить себе уже 3 января поговорить о каких-то интересных моментах по изменению нашей жизни. Именно поэтому сегодня я и мои коллеги, вы видели на баннере их фотографии, сегодня они все будут представлены, это эксперты, это топ-лидеры, это люди, которые имеют очень большой опыт традиционного бизнеса, MLM-индустрии. И сегодня мы вместе для вас придумали такой интересный новогодний подарок. Я думаю, что он вам будет очень полезен. Если на нашей конференции, допустим, есть люди, я думаю, что такие есть люди, которые еще только недавно присоединились к MLM-индустрии, или, может быть, они находятся в стадии принятия решения, то я хочу вам открыть маленький секрет. Секрет о том, что будет трендом вообще в мире в 2018 году. Для кого-то это может быть не секрет, для кого-то это может быть уже очевидная вещь. Но для некоторых, для тех, кто еще сегодня только начинает или думает, для вас, может быть, это будет полная неожиданность. Может быть, вы еще находитесь в поиске, в выборе своей ниши. Может быть, вы так это присоединились к MLM-индустрии, но еще не совсем уверены в том, что это ваше, что вам это нужно. И вы еще думаете, какую бы там идею схватить за хвост, в какую бы нишу залезть, чтобы ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших родных, она изменилась. Так вот, открываю вам секрет. Трендом вообще в экономическом смысле в 2018 году будет MLM-индустрия. А чтобы вы понимали, в ближайшие 5-7 лет это будет все более и более востребовано на ниши. Потому что на сегодняшний день есть такая тенденция, когда с рынка уходят многие традиционные профессии. Когда с рынка уходят профессии, которые, казалось, годами были бы востребованы, потом наступил пересыщение этими профессиями. Сейчас наступает такая ситуация, что многие профессии, они будут заменяться роботами. Это не мной придумано, это не мной сказано, мы были на конференции, замечательно было выступление нашего маркетолога-футоролога Андрея Благоча. И я вам хочу сказать точно, когда я его послушала, когда я его услышала, я ни секундочки не засомневалась в том, что я нахожусь в правильном месте и в правильное время. Ну, а если вообще сказать, то сегодня подарки наши не заканчиваются, они только начинаются, потому что, если брать в частности тот проект, в котором мы с вами находимся, хотя сегодня мы говорим не о проекте, сегодня мы говорим о человеческом факторе, но если брать этот наш проект на сегодняшний день, то у нас с вами шикарный новогодний подарок, многие о нем еще не знают, о нем будет у нас отдельная конференция, о нем будет у нас отдельные школы будут, но у нас с вами компания нам приготовила шикарный подарок, это уже такой, знаете, презент на целый год. Это возможность быстрого финансового запуска новичка, это у нас постоянный действующий будет промоушен по быстрому старту новичка. Это, ребята, вау, это возможность за три месяца стартануть, построить бизнес, команду и заработать помимо маркетинга 15 тысяч долларов. И неважно, в какой момент к вам придет новичок, даже если он придет к вам сегодня, завтра, в середине года, он стартует сегодня, вот эти 90 дней, за то, что он будет быстро развивать свой бизнес, он может выйти на такой вот премиальный доход. И вопрос же, да, сразу возникает, как помочь этому новичку, как самому это сделать, если ты новичок, и вообще, как это развиться. Кстати, промоушен, он касается не только новичков, он касается также тех партнеров, которые уже сегодня в компании. Так вот, если говорить о трендах и о тренде MLM в частности, то я могу сказать, трендом MLM 2018 года является твоя история успеха. И сегодня у вас у всех есть шикарная возможность, у вас есть шикарная, как сказать, такая, знаете, вам дан такой аванс создавать свою историю успеха, потому что то место, где мы с вами находимся, это просто, ну, непревзойденное, неперевершенное, как говорят, но опять же сегодня не об этом, и сегодня я не буду давать аргументы в пользу нашего с вами бизнес-проекта. То время, в которое мы пришли, это просто отличнейшее время, я немножко уже сказала, потому что сегодня в тренде с каждым месяцем, с каждым годом будет становиться MLM-индустрия. И именно сегодня, заняв правильные, хорошие позиции, лидерские позиции, лидирующие позиции в этой MLM-индустрии, вы можете быть на коне в ближайшие, там, я не знаю, еще 50 лет. И все это можно сделать за короткий период, за вот эти ближайшие 2-3 года. Но для того, чтобы все это реализовать, нужно правильно воспользоваться тем, что является движущим. Есть несколько составляющих движения в MLM-индустрии. Это и компания как партнер, да? Это как компания должна быть настоящим твоим партнером, а не что попало. Это обязательно инструменты, с которыми ты продвигаешь бизнес. Это обязательно команда и наставничество. Это три вещи, без которых невозможно. Но даже если все эти три вещи, они у вас будут, и, казалось бы, пазл, вот он почти сложен, ну, вот что-то не происходит почему-то. Так вот, открываю вам маленький секрет. Потому что вы не начали создавать свою историю успеха. Вы знаете, все в этом мире на самом деле кружится и развивается вокруг человека. Как бы там ни было, особенно сейчас, когда есть интернет, поверьте мне, люди могут слышать о нашем проекте, люди могут знать о наших инструментах. У них может быть, могут быть выбор. В выборе, допустим, вот, допустим, даже уже не выбрали бизнес-проект, которым вы занимаетесь. Даже им подходят инструменты. Но поверьте мне, решающим будет человеческий фактор. Да, решающим будет команда, в которую приходит человек. Но еще немаловажно решающим будет тот человек, на которого приходит. Вот эту аксиому никто еще не обменял ее со времен, когда MLM была на земле. И тогда я помню, мы всегда говорили, в MLM люди идут на людей. И в интернете то же самое. И именно мы с вами должны сегодня этот тренд поймать, почувствовать. Я считаю, что те люди, которые, невзирая на праздники, они сейчас на этой конференции, они здесь, они себе не сказали, я потом запись послушаю. Нет. Они просто для себя приняли решение, что им нужно быть здесь, потому что они хотят быть в тренде. Вот именно эти люди, они и будут на коне. Они будут на коне. Потому что именно твоя история будет тем вот притягающим магнитиком, вот тот последний точкой, а может быть, как раз она будет и первой точкой, да, вот она будет притягивающим магнитом, для того, чтобы человек сказал, да, своему бизнес-проекту, твоей системе работы, твоей команде и, в частности, тебе. Если говорить, допустим, обо мне, то я могу вам сказать точно. Мой приход в MLM-индустрию – это ориентация на определенные истории успеха других людей. Мое решение сказать «да», быть здесь – это ориентация на бизнес-истории человека. Мое решение развиваться в этом бизнесе, строить команду – это ориентация на бизнес-истории человека. Мое решение оставить высокооплачиваемую работу, ну, что до прихода в MLM-индустрию, я с ней познакомилась, мне было 38 лет. Ну, довольно уже как бы взрослый человек, состоявшийся человек. Я работала главным бухгалтером очень крупного санатория в Ялте. Это очень крупный курортный комплекс. Я там работала с 24 лет, то есть на одном месте. Вот представьте себе, это я не прыгала там по работам. Я пришла и села молоденькой девочкой, худенькой, маленькой такой. Знаете, вот мой директор, когда увидел меня первый раз, он чуть позже пришел там, на пару месяцев, он так не сказал мне глаза, а потом, вспоминая, через много лет он говорил, «Господи, я когда тебя увидел первый раз, подумал, боже, и это с ней я буду работать». То есть, понимаете, это место, где я выросла, где я состоялась как личность, как специалист. И вот в 38 лет, казалось бы, когда я на пике своей карьеры, мне предлагали другие какие-то карьерные возможности с повышением. Я их не брала, меня все устраивало. И вот в этот момент в мою жизнь приходит MLM-индустрия. Никто нормально меня не мог назвать. В принципе, я и сама не гонялась за этой индустрией, потому что все, что я видела, это я видела уровень там, знаете, купи-продай каких-то вещей. Но, естественно, меня не могла возбуждать ситуация зарабатывать деньги на продажах. Так я видела этот бизнес. Но именно история, история людей в этом бизнесе, я их услышала, эти истории. Мне, знаете, мне очень повезло, я очень случайно присоединилась к этому проекту, но об этом сейчас говорить не будем, это очень как бы длинный рассказ, я такие штрихи вам скажу. Но я попала на такой, вы знаете, на семинар, на котором были квалифицированные люди. Поэтому я всегда говорю и очень советую, не пропускайте ни одного мероприятия. В онлайне, понятно, само собой, но в оффлайне сейчас не так часто мы проводим мероприятия или компания проводит. Обязательно бывайте на всех мероприятиях, потому что те истории успеха, которые вы там будете слышать, тех людей, которые вы там будете видеть, на самом деле, они будут вас включать в следующий, в следующий, в следующий этап развития. Так вот, я попала на такой семинар, там было человек 600 и много, это были квалифицированные люди. Я на какой-то волне новичка выполнила эти условия и попала на такой семинар. И вот я себе сижу, в принципе, ну, мое желание, я поехала не потому, что я зачем-то ехала, но как бы так, я была всегда послушным учеником. Если честно, я и сегодня очень послушный ученик. И если мне мой спонсор, наставник говорили, Жанна, тебе нужно там быть, я не заранее на что, на работу, на то, что у меня работа, у меня там бизнес параллельно, был маленький ребенок, чемоданы в руки, поехала. Вот это я сижу и думаю, ладно, когда это побыстрее все закончится. И вдруг я стала видеть людей, которые выходят на сцену, вы знаете, молодые, успешные, 35 лет, 40 кому-то, кто-то моложе меня, а они уже в этой индустрии там какое-то количество лет, кто-то 5, кто-то 7 лет. Ну, ладно. Во-первых, меня поразила вот их, не знаете, внешний вид. Они такие все хорошенькие, все такие ухоженные, все такие, ну, как вам сказать, ну, вот дикторы телевидения, понимаете как? А я почти мне скоро 40 лет, уже начинаю где-то вот что-то вот со своей работой, бухгалтерская, знаете, становиться, вот не хочу наговорить на кого, потому что с того момента, это прошло 17 лет, я очень сильно изменилась в лучшую сторону. Вот. Но самое главное другое меня поразило. Они начинают какие-то цифры называть. 15 тысяч евро зарабатывают, 20 тысяч, 35. Я думаю, мама моя, что-то ты же в этой жизни пропустила, вот что-то ты реально пропустила. Надо разбираться, и все, и больше, мой мозг, он просто был на взводе. Я стала разбираться прямо там же, на семинаре, я ехала домой в позе, всю ночь спать не могла, с ручкой, с бумажкой, я стала разбираться, откуда здесь такие деньги, 10, 15, 20 тысяч евро. Ребята, если вы сегодня слышите, вы приходите на онлайн, вы приходите на какие-то школы, и вы слышите о таких больших деньгах, со сцены, и вы просто мимо ушей-то пропускаете, это большой минус вам. Сядьте, разберитесь, откуда эти деньги здесь, откройте ваше видение. И вдруг я поняла, я для себя открыла Америку, мама моя, господи, какой там Колумбус Америка, понимаете как? Я для себя открыла такой кайф и поняла, оба-на, оказывается, можно зарабатывать такие деньги легально. А я же работала главным бухгалтером, я умела зарабатывать хорошие деньги. Но вы знаете, на чем построена наша экономика, к сожалению, да? Вот, и самое главное, быть свободным человеком. А вот этот момент несвободности, он уже начал где-то меня поджимать, да, к этому возрасту, то есть уже когда ты достигаешь какого-то определенного своего физического финансового доставка, вот момент свободы, он начинает где-то давить, вот тебя тебе не хватает, раздирает. И я подумала, ёлки-палки, Жанна, что-то ты в этой жизни пропустила, поэтому давай быстро, быстро наверстывай. И вот таким образом начался мой виток развития в MLM-индустрии. Я открыла для себя это как бизнес, как самый настоящий бизнес, так как у меня был опыт наемного работника, я немножко об этом рассказала. У меня был опыт традиционного бизнеса, не было с чем сравнить. То есть я четко для себя, вот даже не надо ручку брать с листиком, я четко для себя поняла такую вещь. Слушай, ты же можешь здесь зарабатывать такие же деньги, как ты уже умеешь зарабатывать, а то и больше. Ты можешь быть вот это, вот это, вот это, нет начальников, нет прийти на 8-5, уйти. И ты свободный человек. И это же бизнес, это бизнес, потому что, понимаете, любой бизнес, он предполагает всегда наличие какой-то идеи. То есть ты должен придумать какую-то идею. Потом ты должен обязательно подумать, как эту идею продвигать, как логистику организовать. И даже это все, это ты организуешь, это про традиционный бизнес я говорю, тебе все равно нужно строить свою клиентско-потребительскую сеть, свой коллектив менеджеров, маркетологов и так далее, и так далее. Вы знаете, на самом деле, людей, которые способны это сделать, поднять, их мало в мире, их единицы. И я на такой подвиг себя не хотела обрекать. Я имела некоторый опыт, я не хотела. И тут я понимаю, открывается видение MLM-индустрии для меня, что это тот же бизнес, но ты берешь готовую идею. В нашем случае, я считаю, шикарная идея, которую нам предложили наши основатели компании. Это трендовая идея, это суперидея, низкий им поклон. Ты берешь готовую систему продвижения, и компания дает тебе, или команда твоя, или спонсор. Но есть система продвижения, и опять же, тебе не надо изобретать, до тебя ее кто-то изобрел. И ты просто строишь ту же самую свою клиентско-потребительскую сеть. Понимаете, в чем речь? То есть две составляющие из того, чтобы ты делал в традиционном бизнесе, за тебя решают другие. То есть решают люди, которые очень заинтересованы в твоем финансовом успехе, в твоем благополучии, потому что вы в одной упряжке, они тоже в этой лодочке. И когда я это поняла, я сказала себе, все, стоп, я набралась смелости, я оставила свою высокооплачиваемую работу с хорошим доходом. И я пришла в сетевой индустрию как школьник, понимаете? Мне 40 с хвостиком лет, пару лет я совмещала. И я начинаю все заново. Я начинаю заново свою жизнь, я начинаю строить бизнес, и я начинаю создавать команду, потому что я поняла одно, что самая большая ценность в жизни – это иметь свою команду. То есть иметь тех людей, для которых важно твое влияние. В моем понимании влияние – это не только когда я влияю на людей. В моем понимании это когда тех людей, которые идут с тобой, но они не будут долго с тобой ходить на самом деле, какое бы ты влияние ни имел, если они не будут с тобой зарабатывать деньги. Поэтому весь мой путь в МЛМ, вся моя жизнь, каждый мой день, каждый мой час, утром, вечером, у меня мозги работают только на дно. Как сделать так, чтобы мои люди, моей команде, мои, это неправильно сказано, здесь нету моих, чтобы люди в моей команде, они зарабатывали достойно, чтобы они зарабатывали как можно больше, потому что возможность нашего бизнес-проекта, она есть. Система по продвижению, она есть. Надо только сделать так, чтобы все это максимально аккумулировать, закрутить и сделать так, чтобы с тобой была мощная, классная команда, в которой люди зарабатывают достойные деньги и позволяют себе шикарно жить. Вот такое вот видение мое, понимаете. И я сейчас знаю одно. Моя жизнь в этом году будет направлена на то, чтобы каждому человеку в моей команде помочь создать собственную историю успеха. Ребята, мы в этом году будем в вашей истории успеха. Ваша история успеха – это будет моя история успеха. Я этого очень хочу. Я знаю, что у меня есть единомышленники. Сегодня часть этих единомышленников – это не все. Они будут перед вами выступать. И немножко вот так, я думаю, вы со мной познакомились. Это у нас не последняя конференция в этом году. Мы еще будем с вами общаться. Но сейчас мне очень не терпится передать слово своим коллегам. Я очень знаю, что им есть о чем поделиться. И они тоже классные, они эксперты. Они – это суперпрофессионалы. И вот следующий человек, которого я хочу представить, это хрупкая женщина. Это хрупкая женщина, которая когда-то MLM-индустрию полностью просто не принимала. Она слово это слышать не могла. Это женщина, которой… Контакт ее когда-то я взяла еще работой в санатории главным бухгалтером. Она заходила по своим делам ко мне в кабинет. Мы с ней познакомились. А у меня такая привычка есть. Она у меня до сих пор сохранилась. И не важно, что я работаю через интернет. И не важно, что я использую рекламу. И не важно, что у меня трафики есть. Где бы я ни бывала, я всегда знакомлюсь с человеком, записываю его телефон. Ну, а сейчас еще проще. Можно не записывать. Сейчас можно сразу в фейсбуке добавляться друг к другу. Не для того, что я прямо буду за глотку брать его и предлагать что-то. Но жизнь, она такая штука, знаете как. И вот с этой женщиной периодически, бывая в том городе, откуда она, где она живет, это город Харьков, я ей звонила, сказала, привет, давай поговорим, хочу тебе своей жизни рассказать. Понимаете? Я не вела на то, что я, привет, послушай мое предложение. Я говорила, у меня есть тебе что рассказать. А она говорит, а чем ты занимаешься? Он говорит, да я занимаюсь вот тем, что помнишь, когда-то тебе говорила. На самом деле я хочу тебе своей жизни рассказать, о тех переменах, которые произошли. Ты знаешь, я только что прилетела с Франции, я только что вот это, я вот это. Но у нас почти два целых года не получались встречи. И спустя два целых года все-таки у нас встреча состыковалась, мы с ней встретились. Это было давно, это было 10 лет назад. Уже 10 лет назад, как она пришла в мою команду. Не было тогда таких вот интернеров, даже вебинаров не было в интернете. Поэтому, конечно, такие нормальные предложения людям лучше делать было по телефону, не по телефону, а вживую. И мы встретились. И вы знаете, эта женщина, она превзошла, я не скажу, что какие-то все мои ожидания, но она превзошла все мои стереотипы того, как я видела человека, который отрицает MLM-бизнес, и того, каким она сегодня является придерженцем, каким она является маяком в этом бизнесе, как она ведет за собой свою команду. И помню, как-то она меня спросила, Рижана, скажи мне, пожалуйста, уже спустя много лет, скажи мне, пожалуйста, а вот когда ты меня первый раз увидела, вот ты как подумала, каким я буду игроком в твоей команде, вот я буду ключевым, там, лидером, или буду такая. Ну, если честно, я ей ответила, и вам сейчас говорю, ребята. На тот момент я не думала об этом. Я на тот момент вложила на той стадии своего развития, бизнес-развития, что я не цеплялась за людей, я не давала им оценку. Знаете, очень часто ошибочно, когда вы с кем-то знакомитесь, вы начинаете вот в этом видеть там суперключевого лидера, а в этом не видите, а потом получается наоборот, или еще что-то. И я говорю, ты не обижайся на меня. Но, если честно, я просто отрабатывала статистику. Ну, это, конечно, так немножко грубовато сказано, потому что, на самом деле, я очень хотела, чтобы она пришла в мою команду, именно поэтому я с такой настойчивостью, там, раз в полгода, но, бывая проездом в ее городе, я звонила. Ну, не с настойчивостью, ну, нормально, а с человеческой такой настойчивостью. И сегодня я вам хочу представить этого человека. Это человек очень высоким статусом в квалификации нашей команде. Да, я понимаю, что мы еще не можем пастаться бриллиантовыми, но мы на этом пути, мы в этом году это сделаем. Это человек, который имеет один из немногих статусов, это человек, который входит сегодня в топ-5 чеков Украины. Это моя первая линия, это моя подруга по жизни. Это человек, которого я очень уважаю и люблю, потому что эта хрупкая женщина является суперпрофессионалом и суперлидером. И я знаю, что есть тоже, есть о чем рассказать. Ее история, она будет не менее зажигательна, не менее важна. И я думаю, что многие сегодня, услышав ее историю, что-то щелкнет у вас, повернется, и вы тоже станете бриллиантами в этом году благодаря ее истории. А пока что представляю элит с эфиром нашей компании Елену Рыбаченко. Прощаюсь с вами, Жанна Платонова, нового, трендового 2018 года вам. Добрый день. Добрый день всем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если я появилась у вас в экране, вы меня видите, то есть есть мое видео, и вам слышен мой звук. Отлично, замечательно. И спасибо большое, огромное спасибо за такой промоушен. И сколько ни нахожусь я в MLM, а это уже около, это 10 лет, уже более 10 лет. Я никак не могу привыкнуть к тому, что промоушен, признание – это часть этого бизнеса. И на самом деле очень многие люди тянутся именно к этой индустрии, потому что здесь получаешь развитие и то признание, которое вообще-то не хватает по жизни человеку. Но я здесь не для того, чтобы рассказать, какая я великая и суперумная, и чем-то выдающимся, отличаюсь от кого-то. На самом деле я для того, чтобы сказать, я точно такая же, как большинство людей здесь находящихся, а может быть в чем-то я и уступаю многим. Я совершенно обычный, простой человек, который пришла, как вы слышали, с полным отрицанием этой индустрии, совершенно непониманием, что это такое. И вот сегодня я хочу рассказать свое отношение, потому что, будучи коммерсантом, предпринимателем до MLM бизнеса, у меня было одно видение, как оно поменялось и что изменилось в моей жизни с тем, что я провела вот 10 лет в этой индустрии. Я не могу сказать, что мои результаты, они сногсшибательные, как я к ним отношусь. Я их считаю недостаточными. Но сегодня я начну с конца. Мои доходы, мой образ жизни, мой уровень достатка увеличился по сравнению с тем, как я была в своем собственном, таком небольшом предпринимательстве, в своем собственном коммерческом деле. Точно так же, как и 99%, если не больше, каждого вот в нашем обществе, в нашем социуме, я начинала с официальной работы. Находясь на официальной работе, мне потребовалось тоже более 10 лет, около 10, больше 10 лет, чтобы понять, что соцпакет и заработная плата не решат никогда финансовых проблем человека. И как раз это были 90-е годы, кризис и огромное количество таких вот вспышки предпринимательства, потому что люди были доведены до крайности, было трудно жить. И вот этот вот огонек предприимчивости, предпринимательства, он меня заставлял искать и работать на себя. Я хотела работать на себя. И вы знаете, я поняла такую истину, которая изменила очень многое во мне, что это как в спорте. Спотевшие игроки на поле, они намного счастливее, чем те спокойные высокомерные зрители, которые наблюдают эту игру. И я приняла решение во что бы то ни стало, ну как быть игроком, и приняла решение стать предпринимателем, взять ответственность на себя, потому что это именно так выглядело. Люди, которые ходили на работу, на зарплату, и они ждали, когда вот закончится рабочий день, и их голову не будут беспокоить. Лишние мысли, какая-то ответственность за то, что происходит в их магазине, в их предпринимательском деле. Что же это такое? Вот я приняла решение быть предпринимателем и работать на себя. Конечно, мне пришлось попотеть, и я поправила свое финансовое положение. Но время не стоит, как это, жизнь не стоит на месте, все меняется. И мне стало понятно, что вот в собственном индивидуальном трудовой деятельности, в собственном предпринимательстве очень важно развиваться. Но когда ты вот работаешь на себя, я не была крупным руководителем, у меня не было большого бизнеса. Я вот, как и большинство предпринимателей, начинала с самого малого. И если я росла в бизнесе, то для этого требовались какие-то инвестиции. И для того, чтобы вырасти, они нужны все больше и больше. То есть нужны для бизнеса земного конкретные инвестиции для того, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. И тогда я познакомилась с MLM бизнесом. Конечно же, я отнеслась к этому скептически, потому что это не было популярно. Это не популярно до сих пор. Но сегодня я вам расскажу то понимание в 10 лет. Ну, может быть, и раньше. То есть я раньше это поняла, я раньше это на себе ощутила. Я увидела это на коллегах, которые выросли на моих глазах. И я видела стремительный рост в этой индустрии. Точно так же я видела многих людей, которые не преуспевают. Этот бизнес по сравнению с предпринимательством, то есть очень многие его воспринимают несправедливым бизнесом. И я сейчас вот расскажу свое собственное мнение, почему, почему это так. Но этот бизнес в действительности, это да, это предпринимательство, но он имеет огромную такую вот отличительную особенность, которую, если вы поймете, вам легко будет говорить с предпринимателями, коммерсантами и людьми, которые работают на себя. Вот то, что я поняла, на себе ощутила. Вот смотрите, если бухгалтер сегодня, любой бухгалтер зарабатывает 15, 20, 25 тысяч гривен, 30 тысяч гривен, или, допустим, какой-то специалист, ну, например, это будет массажист, ведь все считают, что в нашем обществе, ну, это будем так сказать, там, 500, 800, 1000, там, полторы тысячи долларов, это считается обеспеченный человек, правда? Вот вы все со мной согласитесь, что в наемном труде это считается, вот для наших стран постсоветского пространства, бывшего СНГ, потому что здесь ребята из России, Молдавии, может быть, Казахстана, вот Белоруссии, вот такие вот регионы могут быть. Ну, и путешествуя в Европе, я тоже могу сказать, что где-то полторы тысячи долларов всеми расходами, которые есть в наших странах, это приличная заработная плата. А вот СТВ, который зарабатывает тысячу долларов, это считается бедный СТВ, потому что все знают, что возможности этой индустрии другие, но многие не понимают, почему это так считают, почему так, почему так считают? В этом бизнесе есть одна, ну, как особенность масштабирования, которую нужно сразу учитывать. Если вы начинаете, если человек начинает, ну, открывает, например, ресторан, или начинает какую-то деятельность, как самонанятый человек, предприниматель в обществе, будь то массажист, будь то массажист, будь то стоматолог, юрист, или, может быть, там, финансист, неважно, даже если вы продаете недвижимость, или вы продаете недвижимость, то доходы этого человека зависят исключительно от того, пока вы работаете, от того, сколько продано вами книг, от того, сколько зубов полечено, от того, сколько причесок причесано, И даже человек, у которого есть ресторан, вы ограничены размерами ваших посадочных мест в вашем зале, где приходят гости. И прибыль, даже если вы, представим себе, заполняется ресторан полностью, а вы все там 12 часов лечите зубы, стрижете или массажируете до упаду, или, допустим, у вас там 2-3 человека, вы еще наймете, то размеры вашей прибыли, они всегда четко прогнозируемые. И прибыль одного месяца, прибыль одного года, давайте возьмем одного года, она никогда, никогда в жизни, вот у человека-предпринимателя, который работает на земле, не перекроет прибыли всей его жизни. И вот, да, человек, начиная, начинающий стоматолог, он зарабатывает меньше, его доходы, может быть, там, сначала он ученик и платит за то, что он учится, или парикмахер. А хороший парикмахер, хороший массажист, хороший дантист, хороший ресторатор, он зарабатывает больше, он более уверенный. И, да, ваши доходы растут, ваши доходы увеличиваются, но они никогда не будут грандиозными, никогда. Здесь все прогнозируемо. Если брать в это в оптимистическом варианте, что вы очень мега успешный бизнесмен. Мы все прекрасно знаем, насколько непросто это сделать сегодня, как экономическая рецессия на дворе, экономический кризис. Но даже если вы примете решение, вот, работать на себя, зарабатывать можно, и вы никогда не будете голодны. И если вы попотеете, как тот спотевший игрок, вы всегда будете более удовлетворены, чем смотрящие зрители, ходящие на работу за какую-то среднюю заработную плату. Ну вот в нашем с вами бизнесе, вот в этой индустрии, о которой я говорю, если соблюдается три условия, нужны три условия для того, чтобы все поменялось. Первое. У вас есть в руках система, которая легко дублицируемая. Она такая простая должна быть, что ее может повторить каждый. Второе. Созданы условия для роста лидеров. И здесь будет зависеть не только даже от вас и от вашего спонсора, и от вашего вышестоящего спонсора. Очень многое будет зависеть от той компании, где вы находитесь, от тех промоушенов, которые даются, от тех путешествий и поощрений лидеров, растущих лидеров. То есть второе условие – это условия для роста и поощрения лидеров. И третье условие, и третье условие – вы не прекращаете приглашать сюда сильных людей. Вы не прекращаете затрагивать людей, которые лучше, успешнее, талантливее, умнее, богаче вас. Тогда соблюдая все эти три условия, все эти три условия, вы имеете возможность, вы имеете возможность создать шедевр. Вы имеете возможность создать такой рост лидера, привлечь сильных людей в свою команду. И прибыль одного года, вот так вот работая, прибыль одного года, и даже это уже будет зависеть не от вашего профессионализма, от того, как вы умеете говорить, проводить презентации, от того, как вы знаете продукцию. Нет, созданы будут условия, когда прибыль одного года, она может перекрыть прибыль всех доходов всей вашей семьи, всего вашего поколения. Вы можете обеспечить полностью все, о чем вы мечтали, и о том, что вы даже не могли себе позволить и мечтать даже. Это возможности этой индустрии. И если вы свято верите, а я не то, что верю, я знаю, что это возможно, я неоднократно видела, как это происходило, и я знаю, что это заложено. То есть в нашем с вами бизнесе, в нашей с вами индустрии заложено, что вы при росте вашей квалификации, вашей экспертности, вашего профессионализма, вашего бренда, доходы, безусловно, ваши растут. Но когда сошлось три пазла, и вы действительно, вы действительно вот в этом вращаетесь, вы четко в своей голове фокусируетесь на том, что вы находитесь в особенной индустрии. Вы находитесь в деле, которое может так масштабироваться, и которое никогда не будет доступно. Ни талантливым юристам, ни безумно хорошим массажистам с золотыми руками, ни супер-мега-крутым дантистам, освоивших новые голливудские технологии, ну никому, ни рестораторам, тем более, что ресторанный бизнес не считается... То есть рентабельность, возможности этой индустрии, они грандиозные, они просто грандиозные. И поэтому я не могу сказать, что наш бизнес, наша индустрия, это такое же предпринимательство, как и все. Нет, это не такое же, это намного лучше. Я вот недавно не планировала это говорить, но не могу вам этого не сказать, меня это затронуло. Я разговаривала с одним человеком, я познакомилась с ним в Фейсбуке. Это профессионал, сетевик, он в МЛМ, это лидер. И лидер, который в течение многих лет, вот он думает, как развить свой бизнес, используя всевозможные инструменты, современные инструменты масштабирования, которые есть в интернете. И когда он рассказывал захлеб о тех ботах, которыми можно пользоваться в Фейсбуке, о тех возможностях в Инстаграм и так далее, я все время спрашиваю, почему, зачем это, вот для чего это тебе нужно? Ну как это, он говорит, ну как это? Это для того, чтобы бабушка во взрывающемся городе, там где рушится, там где война идет, для того, чтобы там калека, несчастный человек, каждый бедный, изнеможденный человек мог себе сделать такой вот вид дохода, который мог бы его накормить. То я хотела бы сегодня обратиться, на сегодня не так много, 112 участников нашей вебинарной комнате. Я хотела бы вам сказать, послушайте, да, но запомните, святая обязанность каждого, который приходит сюда, не надо думать об обездоленных людях, которым сегодня там есть нечего, и сделать счастливыми всю страну. Послушайте, вы сюда приходите накормить свою собственную семью, вы сюда приходите для того, чтобы, то есть здесь вы обязаны сделать так, что вы начинаете зарабатывать. Вы даже себе не представляете, какое огромное количество талантливых бизнесменов, профессионалов, которые ждут, кто конкретно расскажет им о том, что это индустрия, у которой нету границ. Сфокусируйте свои мозги. Я вот к чему говорю, что человек, который мыслит так, он вряд ли, знаете, с помощью ботов создаст эту какую-то громадную организацию, которая позволит накормить обездоленных. Может быть, это жестоко то, что я говорю, но я говорю правду. Я говорю правду, как разбогатеть здесь быстро. Примите решение затрагивать, ну то есть не бойтесь, примите решение затрагивать все, потому что затрагивая обездоленных, несчастных, вообще людей, которые никогда в жизни не представляли, как и тысячу долларов зарабатывать, вы обходите стороной состоятельных людей с мозгами, готовыми к росту, к развитию людей, которые готовы к этой индустрии. Поэтому примите решение здесь разбогатеть. И здесь грандиозная возможность этой индустрии, возможность это сделать. Скажите, вы согласны со мной? Потому что мое время подошло к концу, и я очень хотела бы представить следующего спикера. И в целом хочу сказать, что у меня на этот год большие, можно даже так сказать, наполеоновские планы. Я пришла сюда, честно вам сказать, но не для того, чтобы создать систему, которая накормит огромное количество бедных, обездоленных людей. Я считаю бедным, обездоленным людям. Нужно просто сделать соцпакет, программу и просто дать денег. А вот заработать, давайте сюда, позовем тех людей, у которых реально в мозгах есть бизнес, они готовы работать. Расскажем их об этих вообще грандиозных возможностях, масштабируемости этой, которая позволит создать целый шедевр, когда просто год напряженной работы, когда вы создали, помните, систему легко дублицируемую, условия для роста, сумасшедшего роста и развития личности и лидера. И третье, вы зовете людей, которые успешнее, умнее, талантливее, там, лучше вас в чем-то. Вот эти три пазла, вот эти три фактора, которые создадут систему, такой, как настоящий, я еще раз повторю слово, шедевр, когда прибыль одного года, одного года может перекрыть прибыль всей вашей жизни, всей вашей родни и всего вашего рода. И может быть, вы в том поколении, когда вы примете решение изменить. И вот это вот, знаете, как меня в детстве учили, ну, мы не можем себе это, мне в детстве говорили, мы не можем себе это позволить. Вот у нас, ну, у нас семья бедная. То на самом деле, я так не считаю. Нигде это здесь на лбу у меня не было написано. И я приняла решение, я увеличила свои доходы, я раз в пять лучше стала жить, несмотря на то, что я взялась в этот бизнес во время кризиса, несмотря на то, что во время следующего кризиса в 2008 году, я еще в 2007 я взялась за этот бизнес, за предпринимательство я принялась в большой кризис, за этот бизнес я взялась в 2007. Следующий кризис, то есть каждый кризис, я заметила, у меня идет рост и процветание. Поэтому, как бы ни было трудно, как бы сложно ни было с экономикой, я уверена, что мои деньги, мое преуспевание в моей голове. Я хочу представить следующего спикера. Я хочу убрать по максимуму те эмоции, которые я испытываю, потому что мы дружим. Я не то, что ни один пуд соли съела с этим человеком. Я, естественно, питаю к нему настолько дружеские чувства, признание, любви, уважения. Я хотела бы его представить как профессионала, как эксперта, который имеет уникальные качества, уникальнейшие качества. Он умеет использовать быстро, имея критическое здоровое мышление, использовать все преимущества MLM-индустрии, все самые новые методики продвижения этого бизнеса через интернет, методики роста команды, используя возможности интернет. Это человек, которому тянутся другие. Это человек, который является магнитом, безумно харизматичный, интереснейший. Человек, с которым просто счастье находиться в одной команде. Приветствуйте, пожалуйста, Вадим Линник, а я с вами прощаюсь. С вами была Елена Рыбальченко. Раз, 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 раз. Так, мне сказали, что нужно подождать. Маленькая задержка может существовать. Итак, считаем до 10. 5, да, 5 плюс 5 будет 10. Наверное, меня уже слышно, поэтому поставьте, пожалуйста, плюсики, есть ли сигнал, да, то есть видно ли, слышно ли меня. Я сегодня в красной майке лидера. Спасибо большое, Лена, за промоушен. Промоушен – очень важная часть вообще любого бизнеса, не говоря уже про, скажем так, про MLM-бизнес, да, то есть MLM – это уникальная вообще бизнес-модель. Итак, я представлюсь, Вадим Линник, меня зовут. Поставьте, пожалуйста, ребята, цифру 24. Те, кто меня знает, кто со мной уже хоть как-то был прямо либо косвенно когда-то знаком. Я для чего? Потому что мне нужно понимать, мне можно посидеть с вами и, знаете, как в многогодние праздники пить виски прямо за этим столом, либо я должен надеть галстук, бабочку, не знаю, там, и стоять на сцене, размахивать там руками, вас там куда-то повлекать. Так, есть. То есть где-то достаточно большое количество людей меня знает. Хорошо. А теперь давайте поставим циферку 3 семерки те, кто меня видит вообще в первый раз в жизни. Кто никогда меня не видел, кто для кого я тут, знаете, как говорящая голова первый раз в жизни. Окей. Есть такие люди. Замечательно. Супер. Хорошо. Но с другой стороны есть. Окей. Где-то, скажем так, разделилось, да, 50 на 50. Ну, давайте так. Я не буду вам тут перед вами тут вытанцовывать, как обычно я делаю перед своими ребятами, да. Я буду несколько сдержан. Итак, речь идет о, скажем так, трендах 18-го года. Я благодарю предыдущих спикеров. Я благодарю Лену Рыбальченко. Лена Рыбальченко – это, конечно же, мой спонсор, мой любимый спонсор. И моя сегодня тема, ограниченная 20 минутами, это, конечно же, есть свое понятие «лидершип». Кто не понимает, что это такое? Как бы некое лидерство. Что это такое лидерство? Как его, скажем так, можно ощутить на вкус? Итак, я понимаю, что здесь в основном сетевики. Давайте так. Вот поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Те, кто себя... Я вот хочу, секундочку. Кто себя позиционирует с точки зрения «я сетевик». Не я человек, который пришел делать товарооборот кому-то там, своему спонсору, команде или там компании, которая меня наняла. Многие, кстати, на самом деле сегодня такими себя позиционируют. А я сетевик. То есть кто такой сетевик? Я считаю, что сетевик – это тот человек, который умеет строить сети. Именно поэтому я пишу «человек» с маленькой буквы, а слово «сетевик» с большой. Потому что, коль мы с вами уже доперли своими мозгами, что это на самом деле одна, или, например, не так, чуть ли не единственная возможность вообще в мире, если у вас нет папы нефтяного магната и мамы, ну, я не знаю, там, депутата Государственной Думы, то я вас уверяю, скажем так, третий вариант – это сетевой маркетинг. Итак, если вы думаете, что, скажем так, мы сегодня собрались в начале года, чтобы вас там мотивировать на какой-то подвиг, нифига подобного. Да, спасибо большое. Окей, понимаете, да? То есть я понимаю, что здесь, собственно, люди, которые понимают или поймут мой язык. Вас мотивировать, то есть так, сетевиков мотивировать не надо. Это, по сути, самомотивированные люди. Единственное, что нужно сетевику – это электростанция. Что такое электростанция? Электростанция – это мой любимый спонсор. Человек, с которым я всегда на коротком поводке. На пуполине. Назовем это так. Вот у меня буквально сегодня был разговор с некой женщиной, с девушкой, которая спрашивает меня, Вадим, не могу понять, почему у меня, по сути, как там крокодил не ловится и не растет кокос. Почему у меня бизнес там не строится, да? Я у нее спрашиваю, вот девушка, ну, я не буду называть компанией, сегодня не об этом. Девушка спрашивает, вот как сделать так? Вот я два года бьюсь с компанией, как рыба об лед. Причем рыба об лед, напишется в кавычках. Я как бы понимаю многих, которые это делают, да? И результатов у меня нет. Я спрашиваю, ну, ты два года в сетевом маркетинге, вот что там у тебя с твоими наставниками? Она говорит, да, что там с наставниками? Мотивирует потихонечку, да и все. Я говорю, окей, мотивирует. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя дети есть? Она говорит, есть, конечно, двое маленьких детей. Я говорю, замечательно. Ты их тоже мотивируешь. И когда им кушать хочется, когда они к тебе приходят, и ты им говоришь, видишь, за два километра там поле, на поле корова пасется. Так как ты маленький еще, тебе два годика всего. Ты должен доползти туда, до этой коровы, надоить этот литр молока и вернуться обратно домой. А я тебе на кухне приготовила манку. У тебя там электрическая плитка. Давайте так, для брутальности, газовая плитка. Спички лежат рядом. Тебе два годика, да? И инструкция написана на английском языке, потому что я еще изучаю английский язык. Как тебе приготовить кушать? А ты это все дело приготовишь. А мне некогда с тобой заниматься. Я таких, как ты. Оленей делаем. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого так происходит. В ваших жизнях. И поставьте, пожалуйста, цифру, давайте так, 66, у кого не так. Кто по-другому себя позиционирует? Понимаете? И я, когда эту девушку спросил, я говорю, послушай, вот что ты по этому поводу думаешь? Она говорит, нет, я своих детей скармливаю грудью, лежу с ними в постели, меряю им там температуру, кук там, как там, кормлю с ложечки, и вдруг чего, сразу бегу спасать его или ее. И когда мне нужно через дорогу переходить, я ее за руку беру и иду только с ней на зеленый свет, потому что она понятия не имеет, что такое свет и что такое зеленый. А у нас что происходит в сетевом маркетинге? Подписали человека и сказали, вон там в конце корова, беги, дай, и будет тебе счастье. Если у тебя, если ты великий, скажем так, сетевик, ты сумеешь доползти туда, а потом вернуться обратно. И вот только тогда, может быть, я подумаю, что ты, наверное, можешь быть хорошим моим партнером. Жанна сказала замечательные слова. Не надо цепляться за людей, действительно, да, и делать из них каких-то... Потому что я не знаю, как это у вас происходило. В моей жизни я терял очень много команд. Я в сетевом бизнесе вот уже седьмой год. И за это время, чего я только не видел, пушистых, лохматых, полосатых, крутых, зубастых, всяких сетевиков, которые себя такими называют. У меня даже была такая история, когда мой спонсор, Сергей его зовут, когда-то я приехал в город-герой Одесса на тренинг. Тогда это было модно. Не было еще так интернета, так развитого такого, да. И я приехал туда, привез туда толпу людей. Человек 25 моих было. Это была земля. На земле он собрал всех. Это было тоже, кстати, преддверие Нового года. И у него были такие слова. Ребята, у меня для вас есть две новости. Одна хорошая, и одна плохая. Хорошая новость заключается в том, что ровно через год мы с вами здесь встретимся снова, опять. И мы будем праздновать, скажем, этот год, который мы будем подводить итоги и так далее. Это хорошая новость. Поднимите руки, кто приедет со мной или там встретимся через год. Подняли руки все. Это была хорошая новость, он говорит. А теперь плохая новость. Статистика вещь упрямая. И скажу, что из этого количества людей, ну, человека два, максимум три, на самом деле, по факту, приедут. Знаете, какая оказалась самая прискорбная новость в данном случае? Что прошел действительно год, и даже этого Сергея не стало. Остался я один. И мне пришлось принимать определенные решения. И я выбирал, скажем так, для себя действительно наставников. Те, которые могли бы меня подключить к себе, запитать меня как электроэнергию. И принцип вот этого, как бы, моего спитча короткого, да, он заключается в том, что действительно лампочка без электричества не горит. Вот если мы посмотрим на себя и на сетевой маркетинг, мы увидим, ну, как бы, две модели. Модель жизни – это, допустим, левая рука. И модель сетевого маркетинга – это правая рука. И если эти руки вот так сложить, то они полностью совпадают. Я к чему? Я к тому, что если мы так относимся, к примеру, к сетевому маркетингу с точки зрения лидершипа, построения структуры, кормления своих детей вкусненьким, да, и посмотрим на самом деле на тех своих детей, то если мы представим себе своих детей родить и отдать их в детский дом, вот какие, вот какой будет результат, какие шансы у наших с вами детей, ну, на самом деле, состояться, или давайте так, вырасти, или давайте так, дожить, до какого-то, выжить в этом мире без мамы, которая действительно любит. Понимаете, о чем я? То есть, мамонты и папонты в сетевом маркетинге – это наши с вами наставники. Да, бывают ситуации, когда, допустим, скажем так, ну, дистрибьютор, назовем пока так, да, или сетевик, который уже вырос из коротеньких штанишек, вот он уже 5 лет в сетевом маркетинге, может быть, 10 лет в сетевом маркетинге, и он может сказать своему наставнику, послушай, ну, я уже, в общем-то, все понял, мне, в общем-то, руководство уже не надо, моя первая, вторая, третья там линия, они уже меня полностью дублицируют, я здесь состоялся, никаких, в общем-то, проблем нет, позволь мне, я уже буду сам, скажем так, расти, развиваться и создавать свою сетевую семью, в этом случае, да, можно сказать, что да, ты уже все знаешь и умеешь, по сути, мы же понимаем с вами, что мы же хотим, чтобы наши с вами дети, ну, по жизни, были лучше, чем мы, и мы, как бы, вкладываемся в них, мы передаем, как бы, некую технологию дубликации, построить, ну, по этому принципу построено вообще мироздание, мы с вами понимаем, и по принципу дубликации построена система, ну, сетевого маркетинга, если я умею делать это, если я умею там, вовлекать людей, показывать им технологии, какие-то, да, люди вовлекаются, то, безусловно, я могу научить этому других людей, если вы это умеете делать, и передаете эту информацию максимально неискажемую в глубину, понятно, что у нас что, у нас растут структуры, у нас растут чеки, ну, по сути, все счастливы, поэтому, знаете, как, вот твои амбиции, на самом деле, это твой фокус, вот куда ты смотришь, куда ты смотришь, туда и едешь, да, то есть, все мы делаем ради чего-то, ради чего-то там, безусловно, вот, хорошо Лена сказала, для того, чтобы, по сути, состояться с сетевым, нужно в первую очередь накормить себя, и вот, когда ты себя накормил, когда ты умеешь, и знаешь, вы знаете, я вот с своими партнерами общаюсь, и говорю, ребята, на самом деле, вот, что бы ни происходило в нашей с вами жизни, вот, имея, допустим, самое важное, в сетевом маркетинге, ну, это моя позиция, лидершип, вот, и научившись его удерживать, вот, у вас всегда будут чеки, и всегда будут команды, вот, это вот важный, вот важный момент, вот, поставьте, пожалуйста, три пятерки, вот, кто понимает важность построения команды, с точки зрения дубликации и спонсорства, то есть, мы берем электростанцию, подключаем себя, как лампочку, к электростанции, к спонсору, таким образом, мы как бы светимся, получается, вот, момент, как правильно, пул маркетинг, да, то есть, не я прихожу к тебе и говорю, приходи ко мне в команду, а тебя ищут, потому что ты светишься каким-то другим светом, понятно, что этому нужно научиться, понятно, что нужно провести, там, не знаю, там, три с половиной вебинара в году, для того, чтобы стать великим, крутым сетевиком, как бы мы понимаем технологии, я, конечно, латрируюсь, смеюсь, да, но без этого никак не будет, если я никто и зовут меня никак, и меня этому никто не учит, то скажите, пожалуйста, как же я могу научить тех, кто приходит, продавать продукты компании, если спросите меня, продаю ли я, нет, но это моя позиция, я никому ее не навязываю, ни в коем случае, последние продажи, когда-то были в моем, не знаю, там, два года назад, на какой-то выставке, мы создали условия, при которых люди сами приходили покупать, но вопрос сегодня стоит именно в построении сетей, вот этому нужно научиться, поэтому как бы главный вопрос, задавайте себе, да, почему вот твоя мама тебя не любит, это раз, и во-вторых, насколько ты вообще являешься, ну, скажем так, профессионалом или наставником для своей команды, то есть, что ты можешь передать своей команде, то, что ты где-то на тренингах надергав там по три копейки, да, и пытаешься людей мотивировать там на что-то, или может быть надо действительно, я не знаю, там, вспомнить о своем любимом наставнике, о своем спонсоре, как это вообще у тебя было, на что ты пришел, кто тебе, как ты зацепился за этот бизнес, да, потому что моя микроистория, я в прошлом автомеханик, я специально вот это приготовил на самый конец, то, что мы понимаем, у нас сегодня главная тема история, да, то есть, тренды 18-го года, мы говорим о, скажем так, о неких, как вообще я сюда пришел, представьте себе человека, который 15 лет подряд занимался ремонтом автомобилей, то есть, я построил собственный автосервис, вот я когда спрашивал, кто меня знает, эту историю ребята знают, да, и я в этом смысле не герой Советского Союза, я под землю на тот момент закопал более 75 тысяч долларов, пока все это тогда построил, но однажды я получил некий телефонный звонок, вот тот Сергея, которым я говорил, он мне позвонил и говорит, Вадим, Вадим, ты ремонтируешь там чего-то там, я говорю, да, скажи, пожалуйста, можно вопрос не по теме, а как ты видишь себя через 3-5 лет, вот с этим своим автосервисом, на что я еще ответил, еще и возмутился, я говорю, эй, ты, или там, эй, вы, вы ничего в этом не понимаете, машин много не ломается, а я их ремонтирую, на что он ответил, окей, спасибо, пока, пока, ну и короткие гудки, я, честно говоря, знаете, как, призадумался, действительно, а вот что меня ждет в будущем, вот с этим всем, кто меня будет дублицировать, ну, нашим с вами языком копировать, мои дети не хотят, они хотят себе интернет, они хотят что-то такое, знаете, когда клиптомания там, современная молодежь, они понимают этот язык, и я, знаете, как, у меня такое было состояние, вот как у Высоцкого где-то была песня, да, или там стих такой, я как раненый зверь, по квартире ходил, выбил окна и дверь, и балкон уронил, настолько меня его вопрос, как бы, потряс на тот момент, но у меня действительно была синица в руке, на другой день, я ему сам звоню, и говорю, Сергей, вы меня извините, да, однако скажите мне, пожалуйста, а в чем подвох, это что, это что у вас есть такого, мне предложить, чего я не знаю, но мозги мои так построили, и он мне сказал замечательную фразу, на тот момент, я очень часто ею пользуюсь, если ручки, бумажки под рукой, запишите себе, наверняка она вам пригодится, в ваших бизнесах, в вашей жизни, совет, да, практически, он мне сказал такие слова, вот тебе ссылка, пойди и посмотри, как другие люди, другую морковку, на других полях выращивают, какие инструменты, они для этого используют, и самое важное, какие результаты, они получают, для меня это был некий шок, я говорю, послушайте, почему так разговариваете, а там уже короткие гудки, он сбросил мне эту ссылку, именно по этой причине, я опять-таки говорю о том, что я сегодня нахожусь по эту сторону экрана, а 107 человек находятся каждый по свою, понимаете, то есть у меня провалился жетон, на самом деле, вот уже седьмой год я этим занимаюсь, поэтому, если говорить обо мне, зачем я сюда пришел, как это в моем случае, да, вот выглядит, вот обычные деньги, зовем так, тысячу, две тысячи, там, три тысячи долларов, я это мог у себя зарабатывать в своем автосервисе, это не сложно, я сюда пришел не за обычными деньгами, я сюда пришел за неприличными деньгами, неприличные деньги в сетевом маркетинге начинаются, ну вот уже, вот как Жанна сказала, от 10 тысяч долларов и выше, возможно ли это сделать? Возможно, я знаю, что здесь в этом как бы зале, да, есть те люди, которые умеют делать подобные вещи, есть такой опыт, а если у меня есть такой опыт, то я могу научить это только тех людей, которые хотят этому научиться, а для этого нужно создать определенные условия, и как ничто лучше сегодня, конечно же, выступает интернет, да, то есть мы даже сейчас с вами находимся в интернете, не надо было никуда лететь, в Москву, в Харьков, в Киев, там, в Одессу, разные города и так далее, то есть мы это понимаем, да, поэтому моя рекомендация, если уж позволите, да, вот с историей, с этим всем винегретом, что я вам наговорил, развивайте самую важную, самую главную, сексуальную мышцу, эта мышца называется мозг, она безразмерная, я вас уверяю, это единственный крючок для других людей, при котором, помните, как, да, кто говорил, Том Шайтер говорил, да, может поправьте меня, я ошибаюсь, я очень люблю клубнику со сливками, но когда я иду на рыбалку, я нанизываю туда червяков, которых я по сути терпеть не могу, они скользкие и вонючие, но рыба не клюет на клубнику со сливками, поэтому наживка в данном случае, это наши с вами сексуальные мозги, а не то, что сегодня выпячивают, скажем так, те же сетевики, или те, кто себя такими называет в социальных сетях, показывая свои губы, телеса, татуировки и прочее, это все фигня, это не работает, время поменялось, по сути, это вся информация, какую я хотел с вами поделиться, поставьте восклицательные знаки, если вам было хоть чуть-чуть полезно, то, что вы от меня услышали, а я хочу пригласить, не меняя картинки, скажем так, антуража заднего фона, своего партнера, это девушка, которая когда-то, мы еще с ней познакомились давно-давно в Черногории, и так уж случилось, что буквально после Черногории мы с ней встретились, опять-таки, в городе Героя Одесса, тогда это было популярно, на тренинге, и, собственно, произошел некий феномен, мы увидели, что мы могли бы быть максимально полезны друг другу, эта девушка-сетевик, скажем так, я не работаю не с сетевиками, у нее, конечно, своя история, свой подход, но я вас уверяю, то, что она вам расскажет, ну, это действительно дорогого стоит, то есть она говорит такие вещи, от чего он действительно начинает чесаться в тех местах, в которых вот при обычной жизни, ну, вот совершенно не чешется, я постарался быть с вами максимально откровенны, да, и я хочу пригласить сюда, так, ребята, еще раз, будьте добры, давайте все-таки поставим плюсики, двадцаточки, девяточки, неважно что, чтобы мы понимали, что вы нас получаете, спикер должен обновить страницу, мы обновили, так, Наталья, есть контакт, все, спасибо большое, итак, поехали. Как-то вам два таких очкарика, да, таких симпатичных два очкарика, которые будут рассказывать о лидершипе, вернее, один уже рассказал, и вторая на очереди, я действительно много хочу вам рассказать, многим с вами поделиться, только для того, чтобы быть максимально довольна собой, максимально тем, что я отдам вам ту частичку души, которая может кому-то поможет, а кому-то не поможет, кто-то останется на каком-то месте и будет находиться, да, и обои в красном, точно Антонина. Так, ребята, еще раз будьте добры, давайте все-таки поставим плюсики, двадцаточки, девяточки, неважно что, чтобы мы понимали, что вы нас получаете, спикер должен обновить страницу, мы обновили, так, Наталья, есть контакт, все, спасибо большое, итак, поехали. Как-то вам два таких очкарика, да, таких симпатичных два очкарика, которые будут рассказывать о лидершипе, вернее, один уже рассказал, и вторая на очереди. Я действительно много хочу вам рассказать, многим с вами поделиться, только для того, чтобы быть максимально довольна собой, максимально тем, что я отдам вам ту частичку души, которая может кому-то поможет, а кому-то не поможет, кто-то останется на каком-то месте и будет находиться, да, и обои в красном, точно Антонина. Приветствую, Алексей. Ну, давайте к делу. Смотрите, я, по сути, обыкновенная, знаете, такая, я когда-то начинала свои презентации, я простая женщина, я бухгалтер в прошлом, предприниматель в прошлом, мама детей, это в настоящем, и, конечно, я имею все прелести жизни, которые имеет каждый человек. И когда ко мне пришел сетевой маркетинг, я его не понимала. На тот момент меркантильность, она меня зашкалила, и я увидела тех людей, которые этим занимаются. Хотя я и до этого была, меня приглашали на презентации, помните, в сетевой лет 20 назад, начинался с того, что приглашали, делали вечеринки дома и приглашали людей, ну, и, соответственно, покупали что-то, но я всегда покупала, и у меня была такая гордыня, я говорила, фу, я никогда этим заниматься не буду, потому что это просто, как в газетах писали, да, секс и сетевой не предлагать. Ну, прошло какое-то время, это можно определить, как растут дети. И если спросить 16-летнюю девушку, что для нее семья, то она нарисует любовь с утра до ночи, держание за ручки, поцелуйчики, какие-то цветочки, обнимашки, вот именно в таком романтическом стиле. Если спросить девушку 35-ти, примерно лет 30-35, что такое семья, она уже совсем другие ценности выпитит. Это то, чтобы в семье был достаток, чтобы были дети накормлены, путешествия и все. И если спросить девушку 60-ти лет, что такое семья, она ответит тоже, что для нее очень важно, чтобы были живые, близкие люди и все остальное. К чему это я говорю? Такое же понятие идет и в сетевом маркетинге. Знаете, до него нужно дорасти. Этот бизнес, я бы сказала, высоких технологий, это тот бизнес, когда человек уже готов к нему, потому что то, что получаем с сетевом, бывает некоторые просто не выдерживают. У кого-то там звездность включается, при первых маленьких каких-то достижениях включается звездность, и она на нет, на ноль сводит все достижения. Так вот, самое-самое важное, до него дорасти. Второе. Я лично перепробовала все способы ведения сетевого маркетинга. Я и сдруживалась с людьми, я приглашала на презентации, я стояла у метро, я спамила соцсети. Я, наверное, все уже прошла, и могу вам сказать одно. Сработает только то, когда вы точно знаете, чего хотите. Вот когда я точно поняла, чего я хочу, когда до меня дошло наконец-то, что это приносит мне удовольствие, вот тогда у меня начало получаться. А до этого я просто брала деньги со своего предпринимательского бизнеса и выкупала тот товар, который мне очень нравился, продукцию сетевого маркетинга. И я думала, что это сетевой маркетинг и есть. Но могу еще сказать один секрет. Мой спонсор Елена Рыбальченко, Вадим это озвучил, Елена Рыбальченко, которая, она всегда на полшага впереди меня. И я заметила такую вещь. Она, когда приезжала ко мне или мы с ней общались, я находила в ней что-то новое. И у меня постоянно было стремление, ну, даже вот знаете, человеческое стремление, женское стремление такое, что я хочу быть на нее похожа, я хочу делать то, что она делает. И вот это, наверное, одно время толкало меня вперед. Я очень эмоциональный человек. А сейчас я вывела для себя такую формулу. Первое. Определить, что нужно. Сейчас новогодние праздники, очень важно сейчас действительно определить, цели и понять, а нужен ли сетевой. Может, он вам не нужен. Может, вы еще просто до него не доросли. Вот когда-то я задавала себе этот вопрос. Зачем мне этот сетевой? Но в нас, чтобы вы понимали, всегда сидит два типа людей. Первый неудачник и второй уверенный в себе человек. И неудачник обычно говорит, да ну его, посмотрите ли сериал. Да ляжь ты, зачем тебе там звонить? Зачем тебе что-то делать? У тебя и так все хорошо. Посмотри, у тебя же есть там тысяча долларов. И достаточно тебе. Зачем тебе куда-то лезть? И благодаря вот этому неудачнику я море первый раз увидела в 25 лет. Можете себе представить? А я о нем мечтала. Я о нем, я даже не знала, как мне туда попасть. И когда я увидела его, я перед ним преклонилась. Уверенный человек, он не позволяет мыслям своим думать и бродить, и особенно ходить по обучениям. Знаете, есть такие, сейчас очень модно получать информацию относительно везде. И вот когда получаешь одну информацию, начинаешь что-то делать, а тут пришла другая информация, начинаешь другое что-то делать, а тут третья пришла информация, начинаешь делать третья. Ребят, сегодня у нас такой узкий круг, и я точно знаю, тот человек, который пригласил нас в этот бизнес, он и является путеводной звездой. И в любом случае, он всегда будет являться путеводной звездой, даже если он, даже если в чем-то мы его переросли, или в чем-то у нас что-то там, мы считаем, что по-другому, у нас другие технологии, у нас другие способы ведения, у нас все что угодно. Но лидершип, это тот спонсор, та ниточка, которая всегда нас связывает друг с другом. И давайте еще раз вернемся к тому, что нужно поставить, понять, что у тебя сидит внутри. Вот я играла в бизнес, я очень долго играла в бизнес, мой сетевой стаж, 7 лет, я бы сказала, считайте, что в одной компании, просто был рембрендинг, но я не знаю, что такое переходы в компанию, но я понимаю, что бизнес-проект нужно выбирать, нужно нести ответственность за то, что куда ты идешь. Ну, за кого ты выходишь замуж, нужно нести ответственность, по крайней мере, определять, тот ли этот человек или не этот, и держать руку на пульсе. И как раз, вот, лидершип, он и говорит о том, что когда ты являешься участником команды, ты можешь строить свою команду. Как только не каждый игрок, даже самый лучший, становится тренером. Вы заметили это. Но каждый совершенно, может в совершенстве, овладеть своим мячом, своим бизнесом. И когда я перестала играться в этот бизнес, когда я перестала доказывать кому-то, что я лучшая, что, или там, я из-за страха говорила, у меня это не получается, я это делаю. Но на самом деле, во мне сидел пессимист, неуверенный человек, который говорил, ну ты представляешь, ты сейчас познакомишь, ой, будешь звонить людям, они тебе будут говорить нет, или там еще что-то. И этот человек, он меня оттягивал назад. Да, у меня строились команды, но они распадались. У меня строились команды, но они распадались. И я не понимала, я обвиняла всех вокруг, кроме себя. И когда я взяла ответственность за свой бизнес в свои руки, когда я поняла, что я не несу ответственность за людей, как я могу поделиться изобилием, если у меня его самого нет, как я могу поделиться чем-то, если я этим не владею. И когда я взяла на себя ответственность за свой бизнес, за свои действия, когда я, простыми словами, сдала в аренду себя этому бизнесу, постаралась отдавать себя, вот знаете, на отлично делать свою работу и делать, делать, делать каждый день, независимо, идет дождь на улице, снег, или что-то случится, катаклизма какая-то, но обязательно у меня есть мой внутренний стержень. Я должна для своего бизнеса сделать то-то и то-то. Я должна команде дать то, что считаю нужным, что прожила лично сама. Вот после этого... Ух ты, как меня классно слышно, после этого только начал строиться бизнес. Этот бизнес начал приносить мне радость, не просто удовольствие, не просто какое-то, знаете, я старалась раньше потреблять, а сейчас я больше отдаю. И вот когда научишься отдавать, тогда только приходят деньги, приходят, тогда только приходит удовольствие от бизнеса, тогда строятся команды, тогда вокруг тебя образуется тот круг людей, которые тебе, ну, я бы не сказала, нуждаются, а которым приятно с тобой общаться. Тем, кому неприятно, они, конечно, отваливаются, те, которые не поняли и не пошли, они обязательно все равно уйдут. Поэтому мой главный совет этого года, не привязывайтесь к людям, это раз. Второе, делайте свою работу на отлично, поймите, что вам нужно в этой жизни, и вам обязательно повезет. В прошлом я была предприниматель... Может, есть какие-то вопросы? 14-16, у нас есть еще 4 минуты моих личных, и я могу ответить на любой вопрос. В прошлом я была предприниматель, и как раз предпринимательство в свое время, я начинала тоже, когда и о нем никто не говорил, когда все считали, что это спекулянты, что это стыдно, что это просто даже семья не стояла моя рядом и всегда находилась в стороне, хотя все деньги, которые я зарабатывала, с удовольствием пользовались все члены моей семьи. То же самое у меня произошло с сетевым. И если вы до сих пор находитесь в том убеждении, что сетевой это стыдно, что сетевой это не по мне, что сетевой это уже самый крайний порог, когда даже кассирам не берут в супермаркет, то поменяйте свои убеждения. Мы находимся в век информации. Мы находимся сейчас, вошли в 2018 год, который говорит о том, что как раз информация сейчас будет совершенно другая. и те люди, которые имеют больше влияния на других людей, у них будет весь успех. И, соответственно, деньги – это просто энергия. Деньги – это то, что приходит с уверенностью в себе, с уверенностью в том, что мне нравится моя жизнь. Вот когда я это поняла, тогда все получилось. Вопросов нет. Я так понимаю, все со мной согласны. Если вы со мной согласны, что нужно обрести уверенность в себе и делать свое дело, шаг в шаг то, что говорит ваш спонсор, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Да, Инна? Благодаря вашим восклицательным знакам как раз все остальные и подключатся. Разберитесь с собой. Сейчас самое время разобраться с собой. Осталось две минуты. И сейчас я представлю вам нового спикера, того спикера, которого вы уже знаете. Почему знаете? Потому что ее лицо, ее речи, ее пламенные речи, ее красивые фотографии красивейшие находятся во всех соцсетях. Она постоянно находится в спикерском составе. Она постоянно хочет быть впереди планеты всей. И когда я ее первый раз увидела, она была ведущей мероприятия, и в зале сидело больше тысячи человек. Я не помню, что там было, но представляете, и когда я ее увидела, думаю, боже, какая красивая женщина. Это ж надо, я так никогда не смогу. Как же я могу к ней дойти? И как у меня так получится? Она так уверенно держится на сцене. И когда я к ней попала на тренинг, ребят, у меня открылись глаза, тогда были тренинги не онлайн, она на земле. У меня открылись глаза, она многое поменяла во мне, хотя она не является моим спонсором и даже не находится в моем товарообороте. И мы с ней, в принципе, мы с ней подруги. Но могу вам сказать сейчас внимательно и даже возьмите блокноты и ручки и запишите те слова, которые упадут вам в душу. Они дальше обязательно дадут всходы. Встречайте. Лариса Балтитис. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня? Слышно, да? Все нормально. Спасибо, Ольга, за представление. Спасибо большое. Вы знаете, я сейчас слушала спикеров и все это как бы впитывала. И сейчас нужно мне что-то говорить, и я уже в голове вот просто как-то так все не укладывается. Хорошо, давайте начнем. Зовут меня Лариса Балтитис, мой спонсор Жанна Платонова. И я в MLM бизнесе, наверное, самый такой, я не знаю, ну не самый, может быть, зрелый человек. Я уже около 20 лет в MLM бизнесе. И, вы знаете, я не могу сказать, что я в MLM бизнесе. Это, наверное, будет не совсем правильно. Это, скажем, мой стиль жизни. Хотя я так думала не всегда. И немножко о себе, спасибо, немножко о себе скажу. Я с 25 лет занималась бизнесом, хотя мне пророчили очень хорошую, скажем, перспективу, хорошая работа, экономисты по образованию у меня. Хотели, чтобы я преподавала на кафедре. То есть все было вроде бы хорошо. Но те деньги, что нам платили, что мне платили, меня категорически не устраивали. И я ушла в предпринимательство. Занималась разными бизнесами. Были разные направления. И торговала, и транспорт, и стройка. То есть было все. И последний мой бизнес, это была частная школа. Мы с сестру открыли частную школу. Вот, потому что у меня старший сын тоже был идти в первый класс. Младший подрастал. Вот, и мы решили, чтобы дети наши не учились в общественных школах, открыть частную школу для своих детей. И, в принципе, все это произошло. Я относилась к той категории женщин, которая, ну, скажем так, все сошлось. И хорошая семья, любимый муж, любящий, дети, благополучие, не было вопроса денег, я путешествовала, дети пристроены, все нормально. И в один момент мой отец мне говорил такую фразу. Это была такая, знаете, отправная точка. У нас всегда в жизни бывают вот такие отправные точки. Вот какой-то такой момент, который поворачивает нас совершенно, я не знаю, в другом направлении двигаться. И вот он мне говорит такую вещь. Лариса, ну, у тебя уже как бы все хорошо. Вот, о чем может мечтать женщина, и ты уже при детях. Это был, ну, я не знаю, тот момент, который заставил меня пересмотреть все. Я пришла домой и думаю, а где я? Что я? Где я? Я при детях? Куда же не двигаться? Да, все, что можно было, я уже как бы получила. И вот этот момент, знаете, как запускается такой вопрос во Вселенную, вы сто процентов знаете, и ко мне в жизнь пришло предложение. Я посетила одну из презентаций, одну из встреч, скажем так, я не сразу сказала, не слышно и не видно. Ребят, напишите, пожалуйста, восклицательный знак, если слышно и видно. Все, спасибо, поехали дальше, да, поехали. Вот, и я была на презентации, ну, раньше не было такой вот распространенной работы через интернет, вот, и я вижу совершенно других людей, которые живут немножко другой жизнью, да, они говорят какие-то хорошие, положительные вещи, никто ни на кого не жалуется, никто никого не обсуждает, и я увидела команду. Я увидела команду людей, которые, скажем, имеют какие-то определенные общие цели, общие ценности. Я с шестими занимаюсь спортом, и я очень командный человек. Я не отношу себя к волкам-одиночкам, я человек достаточно сильный, достаточно амбициозный, но я понимаю, что один в поле не воин. Один человек ничего в этой жизни не добьется. Поэтому, увидев эту, да, команду людей, мне стало интересно. Я стала разбираться что-то за бизнес. Ну, скажем так, что-то сетевой бизнес, я поняла только через полгода. Я жутко обиделась, расстроилась, что меня, скажем так, не поставили в известность, но потом у меня было два момента. Обидеться и уйти, или разобраться. Я разобралась, и у меня есть свое видение. Бизнеса постоянно пропадает звук и видео. Ну, я не знаю, что сделать, я не знаю, ребят, пишите, если пропадает. Нет, все нормально, все хорошо, поехали дальше. Так вот, я для себя имею свою картинку, свое, скажем, видение этого бизнеса. И о чем бы хотела с вами поговорить. Есть такое понятие в нашем бизнесе, без которого ничего не происходит и никогда не будет происходить. Это мое глубокое убеждение. Да, это когда, это такое понятие, как команда. Вы знаете, если вы считаете, что вы один можете всего добиться, что вы все знаете, вы все умеете, вот это начало вашего конца. Это тот момент, когда происходит, ну, скажем, не ваш рост, а ваше падение. Я себя вела, ну, поверьте мне, за то время, что я в МЛМ, я очень многого, много видела, много знаю. Я посещала и старалась закрывать самые высокие квалификации, чтобы быть на всех обучениях. Я практически не пропускала ни одного тренинга. Я была везде, но я поняла для себя одну вещь. Когда я общаюсь с человеком, я превращаюсь в чистый лист. Я никогда не говорю, и я никогда не считаю, что я все знаю. От любого человека, от любого, вот во всей, в любой ситуации есть что взять, есть что получить. И чем больше мы открыты к этому, тем богаче мы становимся. Создавая команду людей, единомышленников, это то, что будет нас продвигать к нашей цели. Без команды мы ничто. И когда к нам приходят люди в бизнес, это не значит, что у нас уже есть команда. Это просто группа людей. Вот пришла группа людей, которые там, я не знаю, были на какой-то презентации, им было что-то интересно. Вот это группа людей. Потом из этой группы людей начинает, скажем, выделяться ваша команда. Потом из этой команды начинают выделяться ваши единомышленники. Это те люди, на которых вы можете положиться. Но самые важные люди, самые ценные люди, на которых стоит обратить внимание и стоит их искать, стоит их притягивать, стоит их чувствовать, это те люди, которые станут вашим окружением. Это те люди, которые, ну, скажем так, готовы с вами идти до конца. Вот именно с этими людьми вы будете делать бизнес, именно с этими людьми вы будете достигать результата. В MLM-индустрии огромнейшее количество компаний, и вы это знаете. В индустрии всегда хорошая продукция. В принципе, маркетинг-план где-то плюс-минус, он тоже всегда хороший. Но всегда говорят, что люди идут на людей. А сейчас я хочу сказать, что люди идут еще и на команду. Потому что, когда мы попадаем в команду тех людей, которые заточены на результат, которые никогда не стоят на месте, которые ищут новые методы работы, которые их применяют, которые используют, которые стараются, ну, скажем так, не подняться, став на голову других людей, и не быть лучшим, опустив других людей, а которые стараются поднять людей, и которые стараются быть лучшим среди лучших. Вот если вы нашли эту команду, если вам посчастливилось быть частью этой команды, это будет толчок для построения вашей команды. Нельзя построить команду где-то в воздухе. Сначала вы становитесь частью чьей-то команды, потом вы строите свою команду. Это аксиома. И еще один момент. Когда человек приходит в бизнес, здесь, я так понимаю, собрались люди, которые знают, что такое MLM бизнес, и уже состоятельные, состоявшиеся люди в MLM бизнесе. И очень важно умение, приобрести такой навык, как умение слышать. Не просто слушать, а слышать. Это грандиозный навык, которому никогда нас не учили и, возможно, не учат. И я знаю, что этот навык очень помогает в развитии бизнеса. Если вы умеете слышать людей, тогда вы сможете взять те зерна, те крупицы его каких-то находок, его каких-то, скажем, успехов и применить к себе то, что применимо. Тем самым вы себя сделаете сильнее, успешнее, и тем самым вы себя придвинете или скажете, сделать так, чтобы ваш результат был ближе. Умейте слышать людей. Просто очень часто встречаю людей, даже уже, скажем, таких, ну, лидеров, которым ты говоришь и ты понимаешь, что он тебя не слышит, а он слышит себя. Он слышит себя, и он говорит на своем языке, на своем каком-то, я не знаю, на какой-то своей чистоте. И ты думаешь, боже мой, услышь, потому что, ну, как бы, есть какие-то вещи, которые, возможно, тебе будут полезны в твоем развитии. Поэтому умейте слышать людей, умейте создавать команду и притягивать единомышленников. Создавайте свое окружение, и чем больше в вашем, в вашей команде будет вашего окружения, тех людей, которые являются вашими единомышленниками, на которых вы можете положиться, которые с вами будут идти до конца, которые вас будут понимать с полуслова, тем быстрее вы получите свой результат. Вы знаете, когда мы работаем, ну, на работе где-то или в бизнесе, мы нанимаем людей. Мы нанимаем людей, мы платим им зарплату, да, и таким образом идет, как бы, развитие нашего бизнеса. Человек, он не идеален, он не может знать все, он не может быть хорош во всем. Это нужно принять и понять. Да, к этому нужно стремиться. Никогда не нужно останавливаться. Нужно становиться лучше и лучше. Но мы не идеальны. И если бы мы были идеальны, извините, мы бы уже не ходили по земле. Да, вот. Но когда у нас есть возможность создать неконкурентную команду, которая внутри будет конкуренция, я лучше, я тебе не скажу, я это знаю и так далее, я тебе не скажу. Когда есть реальная команда, и мы делимся, мы делимся опытом, мы подсказываем, мы делаем так, чтобы у человека было что-то лучше. Это команда. И когда это есть, мы берем сильные стороны других людей. Ты хорош в этом, а ты хороша в этом, а ты хорош в этом. И когда вот эти сильные стороны разных людей можно совместить воедино, вот тогда, вот тогда вы создадите команду. Команду индивидуальности, команду звезд, команду сильных личностей. И тогда будет успех, и тогда будут деньги, и тогда будет признание, и тогда у вас все получится. Я желаю каждому, независимо, в чьей вы сейчас команде, в каком вы бизнесе. Просто услышьте меня, ну, почувствуйте меня. И примите себе это за аксиому. Наш бизнес – это бизнес человеческих отношений. Это бизнес истории. Это бизнес людей. Потому что без людей, не создавая семью, мы не сможем ничего выстроить. Конечно, я не говорю о том, что нужно, извините, кому-то заносить пятую точку. Нет. Вы отдаете. Если человек берет, это, ну, скажем, большая победа. Если человек говорит, ну, уговори меня, это не ваш человек. Это не ваша команда. Это просто человек, который пришел попробовать. Поэтому став частью чьей-то команды, нацельте себя на построение своей команды. И ищите тех людей и ту команду, которая нацелена, которая имеет стратегию, которая называется успех. И тогда у вас в жизни все произойдет. Не важно, какая команда. Не важно. Не важно, какой продукт, какой бизнес-план. Важны те люди, с которыми вы идете к своему результату. Понимаете? Если вы меня услышали, пожалуйста, поставьте цифру, там, 21. Или поставьте что-нибудь, чтобы я понимала, что вы меня слышите, что вы меня понимаете. Вы знаете, сейчас в мире интернета, конечно, скажем так, возможности огромнейшие. Это колоссальные возможности, которые дают, нет, ну, без ограничений. Но иногда, ну, чуть сложнее достучаться через интернет. Поэтому, ну, это нужно, скажем, учитывать. И вы знаете, я первый раз, когда, ну, давала конференцию, я не могла понять, как я могу достучаться. И как-то я прочитала в интернете, что даже общаясь через интернет, мы передаем свою энергию, мы передаем свою любовь, свои, ну, вот, знания, это понятно, а вот главное энергия. И вот сейчас, имея вот такие технологии, такие возможности, без ограничения, мы можем реально строить международные команды, мы можем строить такой успех международного, глобального масштаба, что просто понимая это, невозможно сидеть на месте. Я желаю всем, всем, каждому, каждому в отдельности огромнейших проектов, огромнейших команд, огромнейших чехов. И я вам благодарна, я вам реально благодарна, что вы дали мне возможность высказать это, поделиться с вами. И спасибо каждому, что вы были на этой конференции и слышали, слышали предыдущих спикеров, слышали меня. И я с огромнейшей, скажем, удовольствием хочу представить следующего спикера, удивительную женщину. Это просто удивительная женщина, которая в себе сочетает столько всего, что вы даже себе не представляете. Я когда с ней познакомилась, да, для меня она была, знаете, такой статусной женщиной, которая четко знает, что она хочет, очень сильной, да, знаете, как говорят, такая бизнес-леди. Узнав ее немножко поближе, познакомившись с ее семьей, я увидела очень ранимого и хрупкого человека. Я себе думала, как в одной женщине может сочетаться такие разные, разные качества, разные черты характера. Я хочу вам представить лидера, человека, который является экспертом в той области, которой она занимается. Она занимается MLM бизнесом уже 20 лет и во всех, скажем, направлениях она была успешна. Она всегда была номер один. В нашей команде она, ну, около двух лет и это человек, который строит бизнес через собственный бренд. У нее своя система, у нее своя программа, у нее очень мощная команда и она никогда не сдается. Это величайшее качество, которое присуще не каждому человеку. Знаете, не важно, сколько раз вы упали, а важно, сколько раз вы поднялись. Эта женщина, она всегда поднимается, она всегда достигает результата. Она, у нее величайшая работоспособность, которой может позавидовать каждый. И это человек, который создает свой мир. И я знаю, ну, я могу сказать такую вещь, если она в том проекте, в котором я, я этим горжусь, потому что она всегда выбирает лучшее. И вы уже понимаете, о ком я говорю. И я хочу представить вам Елену Кучу. Приветствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Ну, после такого представления можно только уже сказать, что и выступление-то свое даже не начинать. Лариса, я благодарю тебя и, дорогие друзья. Вот смотрите, что сейчас у нас с вами произошло. Вот сейчас мы с вами увидели, я думаю, что вы осознали, благодаря чему идет продвижение в нашем бизнесе. Конечно же, оно идет благодаря нашей истории. И я с вами соглашусь, что очень многие из вас сейчас слушали вот членов нашей команды, а я работаю с этими лидерами, мы, естественно, встречаемся и на другом уровне, да, у нас есть больше возможностей пообщаться. Я хочу сказать, что многие из вас, давайте я сейчас угадаю, сидели, слушали и думали, ну хорошо, а в этом бизнесе я, в общем-то, новичок. Да, может быть, я занимаюсь им всего лишь год, но у меня по тем или иным причинам ничего не получается. Лена Рыбаченко сделала замечательное такое, знаете, предложение. Она сказала, давайте обращаться к тем людям, которые сегодня готовы к сетевому бизнесу. Они уже предприниматели в мозгах и в душе. но почему-то я подумала, друзья, а кто из вас сегодня побоится подойти к человеку, не потому, что этот человек внушает ему какой-то страх. Он побоится сделать ему предложение сетевого бизнеса по одной простой причине. Он не знает, как это сделать. Как предложить бизнес более успешному человеку? Согласны, друзья? Вот как это сделать? И вообще, с чего же нужно сегодня начать, допустим, новичку? Ну и вы знаете, что все мы, встречая с вами Новый год, мы думали, наверное, об одном и том же. Что же такое нужно начинать делать в самом начале года, чтобы мне в 2018 году очень сильно продвинуться и взлететь в своем бизнесе? Так вот, друзья мои, об этом думала и я. Мой второй проект, который я выбирала сознательно, осознанно. И я осознанно выбирала команду, я осознанно выбирала своего спонсора, Жанну Платонову. И, друзья мои, как же я это делала, спросите вы. На тот момент, когда мне пришлось поменять этот проект сетевой, я находилась в Болгарии. И мой спонсор, Жанна Платонова, находится в Украине. Да, она летает по всему миру. Но как же так случилось, что я узнала, находясь в Болгарии, я узнала и нашла именно ту команду, в которой я счастлива. Как же так случилось, что я сама выбрала того человека, с которым сегодня мне просто потрясающе, удобно, комфортно работать. Я вам скажу, достаточно просто я это сделала. Я выбрала это, читая истории в социальных сетях, сравнивая. Я смотрела публикации, я изучала очень многие команды, лидеров, и я понимала, что во мне отзывается и что резонирует. И вот вы знаете, коль у нас сегодня с вами вот такое название, да, главный тренд 2018 года «Твоя история в МЛМ». Я вам хочу сказать, что именно с этой истории, со своей историей и нужно начинать свое движение в 2018 году, кто еще не сделал таковых шагов. Если коротко, я хочу сказать вам, чтобы у вас получилось в бизнесе, а я знаю, о чем говорю, потому что каждый месяц мы запускаем буквально несколько новичков, мы запускаем целые команды, которые стартуют в нашем с вами проекте. И вот я вам сейчас скажу очень три простых шага. Как вы на это отреагируете? Итак, что же нужно сделать, чтобы главный тренд 2018 года заработал? А я вас уверяю, именно история и будет главным трендом 2018 года. Ну, во-первых, согласитесь, прошло уже очень много лет, как сетевой бизнес пришел на просторы СНГ и выросло уже не одно поколение предпринимателей. Повторяйте, я думаю, вы со мной согласитесь, что уже ушли возражения о том, что сетевой бизнес не работает. За это время выросло очень много бизнесменов, которые заработали серьезные деньги, большие состояния в этом бизнесе. Крыть оказалось нечем. Возможно, кто-то чувствует, что он не делает каких-то смелых шагов в этом бизнесе, потому что вы видите ли, для этого нет никаких аргументов. Но согласитесь, друзья, что в целом-то индустрия MLM чем виновата? Здесь люди зарабатывают очень большие деньги и не только деньги. Так вот, я о чем сейчас хочу вам сказать? О каких трех конкретных шагах я сейчас вам хочу сказать? Смотрите, что нужно сделать первое? Первое, нужно создать, именно создать в своей голове картинку своего будущего. и разбудить свою внутреннюю мотивацию. Вот сейчас вам не нужно заморачиваться на тему, какие вы хотите заработать статусы и так далее. Возможно, вы их еще боитесь. Давайте мы с вами сделаем один простой шаг. Я вам подскажу ответы на эти вопросы. Итак, первое, создайте в своей голове свою же картинку своего будущего. И таким образом, следующее, нужно принять решение и сработает очень сильно ваша внутренняя мотивация. Второе, нужно знать, что делать и как делать. Но это сегодня очень доступно. Очень доступно, потому что работают целые системы в командах, которые ведут новичков. Я думаю, что это не вопрос. Самое главное, нужно это делать. Вот это самое главное. Ну а сейчас, чтобы перейти к примеру, как же обыграть свою историю, как сделать свой главный тренд, если у вас этой истории еще как таковой нет. Давайте поработаем с вами над этим вопросом. Но вначале я хотела бы вам рассказать, буквально, чтобы вы запомнили алгоритм, как это работает. Я расскажу вам сейчас несколько своих историй. Я заранее предвижу вопрос, который могут мне задать новички. Ну конечно, тебе хорошо, у тебя же такой опыт ты стал сетевым, у тебя уже есть история. Друзья мои, конечно, хорошо мне, но когда-то мой путь начинался именно с этой истории, которую сегодня я могу очень сильно монетизировать. Например, вот такая у меня была история. В конце 90-х году мы с мужем получили одновременно два предложения заняться бизнесом. Мне сделали предложение прийти в сетевой маркетинг, а ему сделали предложение открыть членный цех. И дома у нас разразились очень бурные дебаты, потому что мы понимали, что два бизнеса мы не потянем, нужно работать одной командой. Супруг мне сказал, ты же нужна мне в этом бизнесе. Один я его не сделаю, здесь нужно работать с семьей. я сказала ему, но ты тоже нужен мне в этом бизнесе, одно мне будет очень тяжело, потому что тогда нашему младшему сыну был один год, а мне нужно было срочно заканчивать свой декретный отпуск и выйти на работу. И это достигло, знаете, эти обсуждения, они достигли какого-то даже уже такого накала, и пошли уже повышенные тона, эмоции. И тогда я сказала одну очень главную фразу. Я знала, что мой муж очень сильно любит машины. Он купил правдами, неправдами такую убитую на тот момент копеечку, разобрал ее всю по запчастям, варил, ползал, резался от нее, но что-то сделал, она ездила. И я сказала ему одну фразу. Если я пойду заниматься тем бизнесом, который выбрала я, и которым я очень сильно хочу заниматься, через один год ты будешь ездить на иномарке. Есть ли у тебя гарантии такие в твоем бизнесе? Таких гарантий у него не было, это первое. Второе, понимаете, разбудив его очень сильную внутреннюю мечту, конечно же, я не услышала никаких аргументов против. И после этого я добавила всего лишь одну фразу, я сказала отдай мне один год, и мы посмотрим тогда, чем будет заниматься наша семья. Через один год у нас была практически новая машина, тогда это была Форциера, это была иномарка, и мы приняли решение, что в этом бизнесе мы уже будем работать парой, оставив проект по швейному цеху. Друзья мои, что было в этот момент сделано? В этот момент моему ребенку был один год, мне нужно было найти и нанять няню, я ушла на работу на целый день, мне нужно было договориться с мужем, чтобы он приходил с работы раньше, потому что наша няня уходила в 5 часов вечера, я не приходила раньше в 8 часов вечера домой, мне нужно было каждый день зарабатывать живые деньги, потому что нужно было платить за няню, это было такое условие, что это еще и на мне будет. И с этого момента, друзья мои, у меня появилась очень сильная внутренняя мотивация, которая называлась очень большой ответственностью. В этот бизнес, когда мы с вами приходим, первое, когда вы принимаете какое-то решение, на себя нужно взять ответственность. Без ответственности вашей личной истории в МЛМ не будет никогда. Второе, я хочу вам сейчас сказать главный тренд 2018 года, когда вы найдете, примите вот то самое свое, одно единственное решение, найдете одну свою, ту самую цель, над которой вы будете работать в 2018 году, когда вы в своей голове сложите вот ту самую картинку своего будущего, я хочу вам дать одну очень полезную рекомендацию, та, которая позволила сделать этот бизнес мне. На год нужна всего лишь одна четко поставленная цель, одна, одна. На нее нужно сфокусироваться и работать на нее целый год. Вы должны работать только на одну цель. И посвятите себя 24 часа в сутках только этой цели. Через год вы себя не узнаете. Например, я могу сегодня вам рассказать историю, как же мне достаточно легко сегодня приглашать в бизнес. И я знаю, что многие из вас любят приглашать в бизнес докторов. Наивно полагаю, что если вы подпишете врача, то у вас в организации будет какой-то взрыв. Я хочу сказать, как же делаю это я. Я делаю это всегда только с помощью своей истории. Вы знаете, что, например, врачу прийти рассказывать о том, что у меня есть какой-то необыкновенный волшебный препарат с Нобелевской премией, как очень многие любят это говорить, или там еще со всевозможными упаковками. На него это не подействует никак. Абсолютно никак. Он даже вас слушать не будет. Даже не будет рассматривать ваше предложение. Я сейчас не буду говорить почему. Но я делаю это достаточно просто. вы знаете, что в вашей истории, в вашей продающей истории есть один главный момент, который вы можете сформулировать, будучи еще новичком. И вы должны его сделать. И, кстати, хочу вам сказать, что именно этому моменту посвящена вся моя работа с новичком. Это одна фраза, которую для себя должен открыть человек. И звучит она так. любому человеку вы должны сказать, почему вы занимаетесь этим бизнесом. Почему или зачем. Вот и вся, по сути дела, ваша история, которая сделает ваш бизнес. Если вы научитесь сформулировать вот это предложение, вы можете подойти к абсолютно любому человеку и сделать ему это предложение, и ваш бизнес взорвется. Ну, например, я говорю так. Я даже не говорю доктору, что вы знаете, я там врач такой-то или я врач такой-то. Я говорю примерно о своем бизнесе так. Когда мне было 34 года, я работала в поликлинике и работала доктором-дерматологом. И вы знаете, до такой степени для меня является важным в жизни здоровье, а сюда уходит все здоровье моей семьи, мое собственное здоровье, что я даже именно поэтому выбрала медицинский институт, наивно полагая, что я смогу защитить свою семью от всех вот этих бед и неприятностей. Но очень быстро в течение года я поняла, что я никогда не стану хорошим доктором, находясь в рамках Минздрава. Система просто никогда не позволит мне это сделать. А мне так хотелось дарить именно людям не просто какие-то призрачные надежды, а настоящее здоровье. И вы знаете, через два года я уволилась с медицины. Еще через шесть я купила свой собственный центр консультативно-диагностический. Еще через два года я купила на 75 тысяч самого лучшего современного оборудования. И вот сейчас, когда например в Украине грянула медицинская реформа, я получаю предложения, очень массовые предложения на регистрацию ко мне как к врачу людей, которые будут у меня обслуживаться. Вы знаете, пролетело 20 лет, но всю свою мечту я сделала только с помощью одного единственного бизнеса. Я даже не говорю какого, потому что любой человек меня спросит какого и вот только после этого я ему говорю я использовала возможности сетевого маркетинга. Поэтому друзья мои если вы сегодня будете иметь а когда-то я поставила в своей жизни чтобы выиграть свое право на право заниматься этим бизнесом мне пришлось забот заработать машину затем я дерзнула и поставила своей целью купить свой собственный центр затем я дерзнула еще более сильно я зарабатывала деньги на то чтобы купить самое новейшее лучшее оборудование которое и сегодня на рынке еще нет и вот все это позволило понимаете создать мне такие ценности благодаря которым я уже просто автоматически пожинаю свои плоды и получаю всевозможные предложения но это были мои цели они не всегда были разбиты на год они были разбиты на несколько лет но вся моя фокусировка была только на этих целях в результате формируется ваша история потому что чтобы достигнуть этих целей естественно вы будете развиваться естественно вы будете учиться естественно как сказала Лариса вы не сможете сделать в одиночку для этого нужна команда конечно же вы должны эту команду найти это должны быть ваши единомышленники потому что только с ними вы можете достичь своей мечты конечно у вас должен быть спонсор и настанет безусловно потому что MLM это бизнес друзья мои и у меня есть история когда я рассказываю другим людям что мне говорят а конечно же вот а что ты там сделала ты врач тебе там повезло мне никак не повезло друзья мои для того чтобы иметь все то что сегодня я имею нужно было стать предпринимателем и мне нужно было этому научиться предпринимательству и я в свою очередь услышала на обучении услышала одну фразу что MLM это бизнес вы знаете может быть тот человек который говорил эту фразу что MLM это бизнес имел ввиду что-то свое а я это поняла буквально потому что я пошла в налоговую инспекцию открыла документы с 94 года открыла документы на частного предпринимателя и вот с этого момента у меня никогда не возникало вопросов по поводу уплаты налогов работает ли моя компания работает она официально неофициально у меня никогда не было этих вопросов потому что это был мой собственный бизнес это случилось потому что я очень сильно хотела иметь свой собственный бизнес вы знаете я вам расскажу еще одну историю буквально позавчера мы как-то ехали с супругом поздравлять своих детей они находятся с нами тоже это наш семейный бизнес и я сказала что если бы сейчас все случилось вернулось так и нужно было начинать сначала я бы неизменно выбрала этот путь потому что то удовольствие и то счастье которое я хотела получать каждый день работая со своим мужем каждый день находясь вместе со своими детьми они встречаются с ним иногда по вечерам когда приходят оба там злые и у каждого в жизни уже существуют свои цели и задачи я хотела чтобы мои дети никогда не испытывали вот этих знаете дуристики унижения от начальников нужно было и воспитывать предпринимателями все это когда-то мне очень сильно хотелось и я поняла что эти возможности когда я поняла что эти возможности дают МЛМ это все отдельные истории когда же я их рассказываю когда мне нужно свои семейные истории я рассказываю тем людям молодым людям которым я делаю предложение сегодня эта история работает на меня потому что именно ко мне обращаются одногласники моих детей которые уже много много лет назад старший сын закончил школу институт но вы понимаете прошло столько лет они видят что наш бизнес процветает и это уже определенный авторитет поэтому друзья мои если вы хотите стартовать правильно в этом бизнесе начинайте сейчас создавать свою историю создавать свой авторитет потому что в МЛМ бизнесе не статусы ваши влияют на людей и они идут за вами поверьте мне они никогда не поймут и не узнают кто такой бриллиантовый директор на них всегда будет влиять ваш только собственный авторитет который вы создадите в этом бизнесе это и весь очень простой секрет успеха и по большому счету мы приходим в этот бизнес создавать свой авторитет мы приходим сюда с какими-то неудачами и поражениями в прошлой жизни мы не достигли этого успеха так мы услышали что мы этот успех сможем достичь здесь но почему-то начинаем делать совершенно другие вещи но никак не начинаем работать над созданием своей собственной авторитетной истории понимаете когда я говорю эту фразу создание своей собственной авторитетной истории это означает по любому что вы за год должны достичь каких-то позиций в бизнесе выполнить промоушен заработать статус построить организацию иначе как же быть потому что все это ведет к финансовым целям а ваши финансовые цели они позволят вам выполнить свои обязательства перед своей семьей ради чего же вы пришли в этот бизнес да но вы-то пришли сюда за другим вы пришли сюда получать нечто большее что дает вам этот бизнес и вы знаете когда мы начинаем учиться когда мы начинаем постигать вот эти все законы мы все-таки упускаем самую важную вещь что авторитет в бизнесе результат в бизнесе это те самые показатели которых вы должны здесь достичь да они так и называются определенные ранги товарообороты закрыть свой статус и построить свои команды но вопрос что вами двигает что вами двигает да вот лично меня всегда двигает в этом бизнесе статусы моих новичков и я знаю что если у моей организации будет 12 супер квалифицированных с организациями да вот сейчас за год 12 сапиров я прекрасно знаю какой будет статус у меня и вы свою цель можете формировать для себя абсолютно по-разному и получать от этого бизнеса комфорт и удовольствие почему потому что многие из вас не видят свою цель в таком прямом зарабатывании конкретного чека с какими-то нулями они хотят что-то сделать для других людей им нравится помогать им нравится видеть как растут эти люди получать от них благодарности но друзья мои как бы вам не хотелось видеть свою мечту в любом случае мы с вами должны делать определенные действия которые и дадут нам достижение своей главной цели и сейчас вот смотрите вкратце в конце я вам дам очень серьезный алгоритм здесь переключится сейчас слайд и рекомендую поскольку у вас осталось еще буквально здесь может быть один там праздничный дня да скорое вождество и может быть кто-то из вас сейчас задумается о том что что пора пора вот в этих в самом начале 2018 года сделать вот те самые правильные шаги о которых мы говорим помните что главный тренд 2018 года вы должны сформировать и сделать свою историю которая будет затем вас продавать на протяжении многих многих лет нужно в МЛМ бизнесе нужно всегда презентовать людям этот бизнес в виде своих собственных историй и так слайд один единственный слайд у нас сегодня есть на конференции я думаю что вы его сейчас заскрините вот переключи пожалуйста экран вы его сейчас заскрините этот слайд и я слышала очень много разных историй поверьте мне неправильно рассказанная история сделает вам не авторитет она сделает вам намного хуже то есть вся фишка в том что создать свою историю очень легко но ее нужно создать правильно поэтому смотрите и так вы всегда должны вот сейчас прямо в начале восемнадцатого года напишите опишите например ту ситуацию в которой вы находитесь знаете я вам свою ситуацию рассказала когда мне было тридцать четыре года да нашу семью поступило сразу два предложения то есть сформулируйте ту ситуацию которую вы хотите рассказать даже может быть вам было еще семь лет неважно помните о том что ваших продающих историй должно быть несколько но только не больше трех предложений в которых вы можете описать эту ситуацию когда вам вот сейчас было столько-то лет я не знаю там вы вышли на пенсию что произошло да вы решили заняться бизнесом например второй случился в этот момент некий кризис я понимаю что ваше решение могли не приветствовать ваши родственники дети да они могут с этим не считаться они ваши знакомые не воспринимают вас в качестве эксперта авторитета вам очень больно возможно у кого-то сейчас идут разборки со своими мужьями потому что они не воспринимают этот бизнес серьезно но так или иначе у вас был некий критический момент когда вы достигали в этом в этой ситуации определенного дна был в общем случился какой-то кризис возможно у вас с вами случилось банкротство возможно был какой-то я не знаю там развод болезнь все могло быть и вы должны описать эмоционально что вы ощущаете в этот момент следующий момент обязательно вас мог проявить вас мог проявиться какой-то конфликт конфликт конечно же он о чем говорит вы приняли этот вызов и вы решили это сделать очень часто я рассказываю например такую историю занимаясь 20 лет этим бизнесом я знаете никогда не думала что в моей жизни он закончится и практически в 50 лет нужно будет начинать его заново я настолько была уверена в этом бизнесе я настолько была уверена в той компании я вышла замуж за эту компанию что я не могла себе предположить что в моей жизни когда-то случится этот развод но он случился и на нашей с вами территории под названием весь мир наступил кризис в нашу жизнь пришел интернет он пришел в любой бизнес и те компании которые там не работают они просто умерли умерла и моя компания и вот так в один день я осталась без ничего без привычного огромного чека без собственно говоря уже той свободы в которой я жила вот так в один день ничего этого не стало и нужно было начинать заново и я решила что я сделаю этот бизнес заново потому что у меня есть все у меня есть навыки у меня есть умения у меня есть знания и я сделаю его самыми современными технологиями используя интернет но для этого мне нужно было друзья учиться а это стоило очень серьезных денег и когда я сказала об этом дома мой муж естественно кричал что никогда в нашей жизни не появятся шарлатаны и нам еще надо жить у нас нет никаких вообще сейчас никакого бизнеса и все это должно конечно же там лежать где-то на черный день конфликт разгрался до такой степени что я сказала все что есть и заработано мы сейчас делим пополам ты забираешь свою часть а я имею право вложить свою часть туда куда я хочу я вложу ее в обучение и если сейчас я решила что я буду заниматься этим бизнесом и кстати я ему говорю я никогда тебя еще не подвела в своих обещаниях то никогда не становись у меня на пути за этим будущее и вы знаете мой муж молча посмотрел на меня наверное он увидел очень большую в этом решимость и отдал мне эти деньги которые я заплатила за то чтобы воспользоваться новыми технологиями конечно это опять был тот же самый виток опять нужно было принимать на себя ответственность это опять были была напряженная есть напряженная работа бессонные ночи и это были те моменты когда в тебя не верил уже никто потому что человек который начинает создавать свой бизнес через интернет зная только две кнопки на компьютере как его включить и выключить да это все было про меня поэтому мне пришлось через 20 лет столкнуться еще с одним моментом моей жизни когда теперь уже в меня не верил даже мой собственный супруг видите вот я иду по схеме я вам сейчас сказала свое откровение как же трудно было в этот момент все это совпало еще с нашим переездом назад с Европы где мы на тот момент жили и это была труднейшая финансовая ситуация но решение было принято и я сказала целый год я посвящу тому что я научусь делать этот бизнес по современным технологиям целый год я буду учиться целый год я не буду зарабатывать деньги потому что это невозможно я не знаю как это делается но когда я это сделаю вот здесь начнется моя наша новая наша новая эра это будет совершенно новая команда это будет совершенно новый бизнес вы знаете через 4 месяца когда я пришла в компанию Джанес и начала этот бизнес я заработала и выполнила сразу практически все промоушены я заработала премию мой чек был 6 тысяч долларов я никогда не забуду когда я как обычно ночь в 2 часа ночи сидела и по-прежнему училась учила этот же самый бэк-офис я зашла в кабинет и увидела эти деньги я разбудила мужа и говорю посмотри сюда самое плохое что в меня не верил ты он долго на это смотрел и сказал и все-таки ты опять это сделала это была моя победа друзья мои это был тот новый самый виток это был тот самый авторитет который сегодня начинает продавать уже за вас вам даже не нужно об этом рассказывать об этом уже знает даже все ваше окружение и вот седьмой пункт поворотный момент о котором я могу сказать это тогда когда вы свою историю уже привязываете к команде то есть к мотивации своих будущих партнеров да почему потому что с этого момента вот который называется поворотный я могу сказать что вот сейчас работает система и вы вправе сегодня уже рассказывать о той системе которая просто обучает и на автомате продвигает и развивает ваш бизнес вот с этого момента с седьмого пункта после того как вы рассказали свою историю все слушатели будут вас очень внимательно слушать и никто никогда вам не задаст какого-то обидного возражения понимаете докажите покажите и все такое прочее так вот возвращаемся теперь к самому началу чтобы рассказать вот эту историю несколько историй с помощью которых вы будете делать этот бизнес ни один год ни одно десятилетие нужно потрудиться в самом начале нужно сделать вот те трех шагов которых я сказала да и друзья мои в восемнадцатом году вот это будет работать очень сильно почему потому что сетевой бизнес вышел сегодня в социальные сети потому что сегодня у вас есть огромная возможность общаться с бесконечно большим потоком людей и если эти люди если эти люди не услышат от вас алгоритм как же им продвигаться в этом бизнесе и почему вы занимаетесь этим бизнесом все ваши попытки обречены на поражение а что же нужно сделать в самом начале нужно захотеть создать сейчас прямо сейчас в своей голове картинку вашего будущего когда-то я ее создала это была иномарка и больше ничего другого я не хотела я просто представляла как мой муж плющится от удовольствия я представляла эту машину я представляла даже как я прилеплю на нее этот красный бантик и она появится перед нашим домом я жила этими ощущениями поэтому создайте в своей голове эту картинку будущего почувствуйте огромную внутреннюю мотивацию которая в этот момент рождается в вас и начинайте это делать начинайте это делать естественно вы должны знать что делать и как делать но для этого рядом с вами всегда есть спонсор наличкам даже не нужно сейчас заморачиваться на тему как же я это буду делать у вас есть спонсор у вас есть команда вам нужно выполнять первый и третий шаг третий делать первый это захотеть создать и принять это решение второе у вас уже есть вот так сегодня изменился MLM бизнес вот так я хочу сказать сегодня всем что друзья мои когда вы думаете что кому-то хорошо он в этом бизнесе корифей я всегда говорю вам повезло больше вы пришли сегодня учиться и перенимать опыт тех людей которые были первопроходцами они прошли этот путь вы не собирали этих шишек у вас сегодня есть более готовые алгоритмы у вас сегодня есть готовые команды у вас сегодня есть готовые системы друзья мои вам все что нужно сделать это принять решение и делать я думаю что это будет главным трендом еще и девятнадцатого года почему я так говорю а потому что друзья мои наверное потом что-то все-таки опять поменяется я сейчас хочу вам пожелать успеть вы все прекрасно знаете что успех от слова успеть поэтому нужно успеть сделать свою продающую историю в ближайший 2018 год я думаю что вы прямо сейчас как только мы закончим наш вебинар вы просто обязаны сесть и нарисовать вот эту самую картину своей будущей потрясающей истории я сейчас с вами прощаюсь друзья мои от имени всей нашей дружной команды потому что мы бы знаете разговаривали и никогда бы не расстались еще в эфире все мы безумно скучаем друг по другу я знаю что с удовольствием мы сейчас с вами вот так прямо 100 человек увиделись на любом мероприятии разговаривали бы сутками но к сожалению есть время но да мы реально крутая команда я вас поздравляю вы реально находитесь в самой крутой команде может быть сами того не осознавая как вы сюда пришли вот но подсказываю вам это действительно самая крутая команда на просторах интернета всех обнимаю с наступающим Рождеством и я желаю вам в 2018 году вашей самой потрясающей историей успеха и я желаю вам спасибо и я желаю вам